Доброе утро! Традиционно в конце года мы подводим итоги, делимся опытом и действительно строим планы на следующий год. Перед началом нашего мероприятия, опять же таки, наверное, традиционно, я предлагаю вам обратить внимание на экран и еще раз вспомнить все те спортивные мероприятия, которые проходили у нас в городе и в которых мы с удовольствием принимали участие. Внимание на экран. Татьяна, будьте добры. Видео. И такое утро у нас не задалось. Ой, здорово. Ну, я, конечно, могу рассказать, что у нас много очень мероприятий было, хороших был. Ну, марафон, первый день, на этом стадионе проходил фиртей Харьков, фестиваль уличных культур. Ну, конечно, это не совсем то, что я планировал вам показать, но... У нас получается что-то, Татьяна? Получится. Ну, собственно, давайте тогда мы немножко будем переформатировать наше начало. И я бы хотел пригласить на эту сцену для приветственного слова того человека, который, наверное, на всех мероприятиях и так участвовал проводил, сам старался экспериментировать в новых видах спорта, наверное. Константин Анатольевич Лоборченко, заместитель городского головы по делам, по образам семьи и молодежи спорта Харьковского городского совета. Дорогие харьковчане и гости нашего города. Мне очень приятно в такое морозное утро видеть вас, людей неравнодушных к спорту, людей, которые развивают спорт. Мне очень приятно то, что впервые в истории нашей страны город Харьков был признан самым спортивным городом Украины. Я думаю, это общая заслуга. Это реально приятно, потому что мы видим, как развивается город в плане спорта. Новые стадионы. Стадионы школьные. Ремонт и реконструкция спортивных площадок. Впервые город Харьков в нашей стране предложил такие инициативы, как создание площадок детских, спортивных, в детских садиках. То есть, чтобы детки, начиная с самого раннего возраста, любили спорт и понимали, что это их неотъемлемая часть жизни. Это первые шажочки. А потом уже появляются чемпионы. Потом идет рабочий процесс в федерациях, в ассоциациях, в организациях, в спортивных клубах. И это огромная ваша заслуга. Мне очень приятно работать вместе с вами. Я понимаю, что видео параллельно сейчас ребята уже технические вопросы решили, но вы вместе его посмотрим. Поэтому самое главное это ваши отношения к спорту, к делу. То, что вы здесь, нам очень приятно. И то, что у вас тысячи воспитанников. У кого-то десятки тысяч, у кого-то сто человек. Но личный вклад ваш в организацию это самое главное. Уже пятый традиционный форум спортивный. Но самое главное, чтобы каждый разговор заканчивался каким-то результатом. И мы видим, как растет город Харьков в этом плане. Марафоны, велодни, спортивные ярмарки, масштабные мероприятия. Вы все свидетели и участники этих процессов. И нам бы очень хотелось, чтобы каждый год мы росли. Чтобы каждый год нас становилось больше. Чтобы каждый из нас становился более профессиональным в плане спортивного менеджмента. Поэтому огромное спасибо всем спикерам, которые есть у нас. И, конечно, те гости нашего города, которые приезжают в Харьков. Нам хочется, чтобы Харьков был также и вашей родиной. Спортивной родиной. Потому что здесь проходят чемпионаты мира, Европы. И они организованы совместными действиями. Мы не должны делить спорт чей-то. Ваш, наш. Нет, он общий. И благодаря спорту появляются новые чемпионы. Появляются новые звезды. На небе спортивной, скажем так, отрасли. Но самое главное, это здоровый образ жизни. И воспитание новых поколений. Вам огромное спасибо. И всем продуктивного дня. Константин Анатольевич Лобоченко, ваше аплодисменты еще раз. И да, да, вы правы, Константин Анатольевич. Видео у нас все-таки появилось. И предлагаю вам обратить ваше внимание на экран. И звук, пожалуйста. И снова нет. Ну что ж такое? Свет погасит. Спасибо. 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 Дорогие друзья, действительно, очень насыщенный год, как вы видели, получился какой-то яркий, музыкальный. Чувствуются эмоции, сила борьбы. Прошу прощения еще раз за эти технические неполадки. Можно, пожалуйста, свет вернуть нам? Мы все-таки продолжаем. Собрались мы не только для того, чтобы смотреть видео, а действительно, у нас сегодня форум, у нас сегодня очень много интересных докладов, очень много интересных тем, как по маркетингу, так и по менеджменту спортивных соревнований. Но, опять же таки, мы двигаемся по нашему сценарию. Хотелось бы с приветственным словом пригласить на эту сцену Виталия Владимировича Кириленко, начальника управления по делам молодежи и спорта областной государственной администрации. Ваши аплодисменты. Все-таки, учитывая мой рост, постоянно приходится работать? Слышно всем? Слышно. Всегда приходится под себя подстраивать всю технику. Но так уже сложилось, что есть, то есть. И я здесь уже, как должностное лицо, начальник управления и для всех участников форума хочу зачитать приветственные слова. Шановные участники спортивного форума, щиро рады вітати вас на цьому святе спорта у мести Харьков. Харьковский регион завжди славился своими спортивными традициями и занимал лидирующие позиции среди регионов Украины за показниками развития физической культуры и спорта. Слобожанщина многоразово доказала, не только в всей Украине, но и всему святу свою спроможность в качестве организации ведущих спортивных соревнований. А это возможно только благодаря спойной командной и слагопроводной спорте высококвалифицированных фаховцев, органам влады, громадских организаций, закладов и установ. Я сподіваюсь, что сегодня каждый участник форума сможет отримать важную для себя информацию от спикеров форума, которая станет ему в нагоде в его профессиональной деятельности. Дозвольте мне от имени главы областной администрации Юлии Святлічной приветствовать вас с початкой работы пятого спортивного форума Харьков – спортивная столица, побожать наткнение в вашей деятельности и результативной работы сегодня. Дякую. Дорогие друзья, с еще одним приветственным словом я бы хотел пригласить на эту сцену Виктора Анатольевича Христоева, председателя Харьковского злосилого отделения национального олимпийского президента Украины. Уважаемый Константин Анатольевич, Виталий Владимирович, уважаемые коллеги, дорогие друзья, мне сегодня очень приятно находиться вместе с вами на спортивном форуме. Почему? Потому что действительно здесь находятся те люди, которые делали, делают и будут делать историю харьковского спорта. Потому что благодаря именно сегодня тем людям, которые находятся в этом зале, мы им возможно говорить о том, что Харьков является столицей спорта. Но я бы хотел сказать одно, уважаемые друзья, шановые коллеги. Нам не надо зацикливаться на том, что мы уже сделали. Это надо забыть, как прочитанную книжку, страницу и идти дальше. Почему? Потому что другие регионы тоже развиваются, другие города тоже развиваются. У них есть свои губернаторы, у них свои мэры, свои руководители и так далее. Поверьте мне, была возможность, я когда-то проехал всю спортивную Украину и видел. И мне казалось, что мы самые сильные. А когда приезжаешь в другие регионы, там находишь очень много всего интересного, красивого, то, что есть. Поэтому нам надо, знаете, как говорил Тарас Шевченко, и своему, своего он и сулятся, и чужому навчаться. Вот общими усилиями действительно мы можем сделать это, чтобы Харьков был, есть и оставался столицей спорта Украины. Поэтому, пользуясь случаем, разрешите передать вам сегодня всем присутствующим и отсутствующим слова приветствия от президента национального Олимпийского комитета, героя Украины Сергея Бубки, нашего отделения Олимпийского комитета, пожелать вам мира, добра, благополучия, понимания, смирения и новых творческих свершений. Чтобы действительно от наших слов мы переходили к тем конкретным делам, которые были и останутся во славу спорта Украины. Ведь именно благодаря нашим предшественникам, нашим коллегам, сегодняшнему поколению, мы имеем возможность говорить о том, что Харьковский регион дал в Олимпийскую команду Украины 228 своих земляков, которые принесли в скорбничку нашей Харьковской области, нашей страны 45 золотых, серебряных и бродовых медалей. Не исключение будет открытым, через два месяца стартующий новый цикл Олимпийских, зимние Олимпийские игры в Южной Корее. В ближайшее время Национальный Олимпийский комитет утвердит Олимпийскую дружину Украины. Я думаю, туда попадут наши спортсмены, уже два наших воспитанника зимних видов спорта, то по игрунному катанию наша танцевальная пара уже официально получила эту лицензию. Думаем, что еще будут наши кандидаты. Но, уважаемые коллеги, не надо забывать, что с 1 января уже стартует завершающий этап подготовки к Олимпийских играм 2020 в Токио. Если нам кажется, что мы что-то можем сделать за эти два года, то мы немножко уже ошибаемся. Наверное, мы уже два года эти потеряли. Может, это работа повседневная, мы все время должны делать то, чтобы именно наши спортсмены ощущали, что они есть и они работают сегодня вместе с нами и мы в одной упряжке находимся. Поэтому наша задача сегодня не только проводить мероприятия, которые мы уже, кстати, научились. Мы работаем сегодня так, что мы можем мероприятия для кого угодно провести. Надо для президента, мы организуем для президента. Надо для премьера, мы сделали для премьера. Но самое главное, мы должны делать эти мероприятия для людей. И вот именно, наверное, говоря о тех наших достижениях и свершениях, хотел бы сказать, что когда-то была ситуация, у меня один руководитель Харьковской области пригласил к нашим уважаемым коллегой Валерой Борзовым на одно мероприятие. И он говорит, Валера говорит руководителю этому, у вас в Харьковском регионе так много сделано, все так хорошо, на что я услышал, да, Валера говорит, ты прав, сделано много, но то краще, что уже далеко. В связи с этим мы должны прежде всего помнить это и делать то, чтобы все наши мероприятия проходили с душой, с любовью и от сердца. Потому что вот именно тогда мы, наверное, скажем, что мы есть, были и есть. В чем сила Харьковского спорта? Потому что сила Харьковского спорта была, если заключается в единстве. В единстве сегодня всех нас. Но о спорте можно говорить бесконечно. Знаете, есть такое выражение, что было сказано в одном фильме. Насчет искусства. Надо любить не себя в искусство, а из узка в себе. Я ее перефразировал немножко по-другому. Надо любить не себя в спорте, а спорт в себя. Вот именно вы те люди, которые это все делаете и будете это делать. Поэтому, уважаемые коллеги, мы хотели, чтобы мы вместе с вами обратили внимание на развитие и поддержку всех видов спорта, которым сегодня стремится молодежь и старшее поколение. Надо сегодня делать то, чтобы действительно наши спортсмены ощущали, что они нужны Харькову. И самое главное, мы должны помнить их не только, когда они сегодня показывают какие-то результаты. Мы должны с вами, наверное, не забывать тех людей, которые уходят с большого спорта. Я думаю, что этот форум, наверное, будет способствовать решением всех этих проблем. Я не буду останавливаться на тех мероприятиях, которые проводятся и будут. О них спикеры здесь скажут очень много и расскажут. Но я бы хотел сказать одно. Спасибо вам за помощь, поддержку, за то, что вы продолжаете делать во славу Харьковского спорта, во славу спорта Украины. Поверьте мне, и мы верим в это, что на спортивном небосклоне нашей страны еще засияют новые яркие имена харьковских спортсменов. И пользуясь случаем, разрешите мне по поручению отделения Олимпийского комитета его исполкома вручить комплект олимпийской литературы от основоположника спортивно-олимпийского движения Пьера де Кубертена и его соратника набор олимпийской литературы Константин Анатольевич Лобочин. Константин Анатольевич. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожел, пожалуйста, Вам здоровья и всеостные и все же самое доброе. И можно с Вами скатись в этого зала. Я Вам обещаю, скоро буду сам приехать. Спасибо. Дорогие друзья, помимо прекрасных слов, у нас также заготовлены награды и поздравления за достижение высоких спортивных результатов. Итак, для награждения мы приглашаем Константина Анатольевича на сцену. Да, не удалось вам. Итак, дорогие друзья, за достижение высоких спортивных результатов и повышение международного авторитета Украины объявить благодарность городскому углу и членам сборной команды Украины по акробатическому рок-н-роллу победителям гиператолио по акробатическому рок-н-роллу 2017 года в городе Виктория, в категории ювеналов Маджос Максиму Александровичу и Шамрай Александре Денисовне. Также победителем чемпионата Европы по акробатическому рок-н-роллу 2017 года в городе Загриной, Хорватия, в категории ювеналы Олейнику Дмитрию Олеговичу, Сашенко, Анастасии Сергеевны. Серебряным призером Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу 2017 года в Москве, Россия, в категории ювеналы Дрохову и Кире Владимировне, Цветкову Александру Олеговичу. Боржевым призером чемпионата Европы по акробатическому рок-н-роллу 2017 года в городе Загриной, Хорватия, в категории ювеналы Курину, Денису Олеговичу, Кириченко, Таисе, Романову. За подготовку спортсменов международного класса, обеспечение высоких спортивных результатов, увеличить благодатность городского головы. Тренеру, преподавателю по акробатическому рок-н-роллу, коммунанного учреждения городская комплексная детская и юношеская спортивная школа, мастеру спорта Украины международного класса по акробатическому рок-н-роллу Ляшенко Сергея Валерьевича. Президенту Кайковской городской общественной организации Кайковская городская генерация акробатического рок-н-ролла, мастеру спорта Украины международного класса по акробатическому рок-н-роллу Петренко Михаилу Ярославовичу. Тренеру, преподавателю по акробатическому рок-н-роллу, коммунанного учреждения Городская комплексная детская и юношеская спортивная школа Прокошину Владиславу Едуардовичу Тренеру-преподавателю по акробатическому рок-н-роллу Комнального зрения Городская комплексная детская и юношеская школа Заслуженному тренеру Украины, мастеру спорта Украины Международного класса по акробатическому рок-н-роллу Проскуренной Наталье Святославовне И также старшему тренеру по акробатическому рок-н-роллу Куртурного клуба «Самит» Слюсар Елене Олеговне. Также, дорогие друзья, с активным участием в организации в 2017 году спортивных имиджев в мероприятии «Продвижение имиджа Харькова как спортивной столицы» наградить Анищенко Антона. Поздравляю вас, и спасибо вам. Да, дорогие друзья, ребята, вы можете потихоньку спускаться со сцены. Освобождать нет вас, вы что-то только вышли. Максим Путря, мы продолжаем. Константин Кабжай. Андрей Шабалин. Николай Борзива. Ярослав Бондаренко. Игорь Козлов. Награду за Леониду Руковскую получает Александр Секирин. Также награждается Леана Набока. Награду за Викторию Разумную получает Анна Исаевна. Дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты. И это всего лишь небольшая часть тех людей, которые участвовали в организации спортивных имиджев в проекте «Продвижение имиджа Харькова». В 2017 году ваши аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, и наконец-то мы с вами после всех официальных и торжественных мероприятий. Константин Анатольевич, наверное, все-таки я знаю, что Дмитрий Кайструк, который будет выступать первым, все-таки хотел на секундочку, чтобы у вас задержались. А я вернусь. Да. И все, забегая наперед, я действительно хочу пригласить на эту сцену первого спикера, который откроет программу нашего сегодняшнего, мне кажется, наверное, это будет один из самых интересных формов, из тех которых пяти, это пятый. Приглашаю на эту сцену советника президента Федерации бокса Украины, главу рабочей группы по подготовке и проведению чемпионата Европы по боксу Харьков 2017, Дмитрий Кайструк. Ваши аплодисменты. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас всех здесь приветствовать. Очень приятно находиться в Харькове снова, после окончания чемпионата Европы по боксу Харьков 17. Это, несомненно, факт, что Харьков является спортивной столицей Украины. Для меня я на собственном опыте это прочувствовал. Это город полон талантов, это город с отличной инфраструктурой, это, я могу сказать, не только городе, а во всем регионе Харьковском. И для меня здесь огромное количество приятных воспоминаний, связанных с чемпионатом Европы. Я хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня здесь присутствует. Я приятно удивлен тем количеством людей, которые я здесь вижу этим морозным утром, как сегодня уже говорили. Я бы хотел поблагодарить и представителей регионального отделения национального олимпийского комитета, и представителей государственных органов, связанных со спортом, и коммерческие спортивные структуры, я надеюсь, они тоже здесь, представители коммерческих структур здесь тоже присутствуют. Естественно, представителей СМИ, огромное вам спасибо за освещение спортивных мероприятий. И хотел бы поприветствовать, поблагодарить всех любителей спорта, тех людей, которые живут спортом, болеют и делают все для того, чтобы спорт у нас в Украине развивался и помогал развитию всей нашей страны. Этот форум, любое спортивное соревнование, церемония награждения, для меня, в моем понимании, любое спортивное мероприятие – это лицо вида спорта. И спортивное мероприятие определяет престиж спорта и обуславливает интерес к нему со стороны общественности, со всеми вытекающими последствиями, позитивными. С другой стороны, заседания исполкома, конгресс, курсы стратификации, повышение квалификации, внутренние мероприятия для меня – это установка определенных ожиданий и требований внутри каждой спортивной организации, к членам этой организации. Это повышение профессионального уровня, что тоже способствует развитию спорта. Поэтому для меня спортивное мероприятие несет огромное значение. Именно об этом я хотел бы сегодня поговорить на примере, о котором вам будет более интересно услышать. И мне очень приятно рассказать, потому что я сегодня хотел бы поговорить об организации чемпионата Европы по боксу «Харьков-17». Это было историческое спортивное мероприятие для Украины. Первый раз Украина принимала самый серьезный континентальный боксерский форум. И оно прошло очень успешно. Проходило оно с 14 по 25 июня этого года. Это что называется «Ивент дейтс», то есть с учетом дней приезда и дней отъезда, а сами соревнования «Компетишн дейтс». С 15 по 24. В 24 прошли грандиозные финалы на арене «Локомотив», заполненной до отказа. В турнире участвовали 39 стран, 232 спортсмена. И по моему мнению, это является самое статусное мероприятие, спортивное, которое прошло на территории Украины в этом году. И одно из самых статусных за всю историю независимости Украины. Это был не только главный континентальный форум, но и впервые чемпионат Европы служил квалификацией на чемпионат мира, который завершился в сентябре месяце в Гамбурге. Харьков 17 был признан и АИБА, это Международная боксерская ассоциация, и Европейская боксерская конфедерация, как лучший континентальный турнир в плане организации мероприятия и телевизионной трансляции. Что очень приятно мне сообщить вам, об этом уже писали в СМИ, гордится этим и Федерация бокса Украины, и его комитеты. Я думаю, все те, кто был задействован в организации этого турнира, кто вложил свои усилия, усилия, средства в организацию этого турнира, тоже имеют повод гордиться. Здесь немало людей, которые приложили к этому свои усилия. И вот именно поэтому я хотел бы продолжить награждения, которые здесь сегодня проходят. И вот спустя полгода от имени президента Федерации бокса Украины поблагодарить и наградить за очень тесное сотрудничество. В первую очередь двух человек, которые уже сегодня здесь поднимались на сцену. Это глава отдела молодежи и спорта областной государственной администрации Виталия Кириленко и главу отдела молодежи и спорта Харьковского совета Константина Лобойченко. Я прошу выйти на сцену. Я хотел бы сказать, что действительно во время организации этого чемпионата между спорткомитетом областным и отделом спорта в городском совете было тесное сотрудничество. Это было настоящее стратегическое партнерство для достижения цели. И я от имени президента Федерации благодарю вас и хотел бы вручить вот такие памятные плакетки. Без этих людей, как и без многих других, без этих людей не было бы возможно организовать чемпионат Европы на том уровне, на котором он был проведен. А также я хотел бы отметить человека, который имеет отношение к этому спортивному форуму, одного из организаторов и представителя спортивной консалтинговой компании, которая называется «Спортив», «Ивент» компании Александра Рогачевского, который оказал огромную помощь в организации этого турнира здесь на месте. Я расскажу позже об этом. Огромное количество деталей, а мы все понимаем, что качество организации турнира зависит от этих деталей. С этим огромным количеством деталей он помог разобраться, и мы смогли провести чемпионат Европы на том уровне, на котором он был проведен. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что же, давайте продолжим. И все-таки перейдем к плану на ближайшие 30 минут. Я хотел бы с вами поговорить о жизненном цикле спортивного мероприятия, который начинается с инициализации, с концепции, продолжается в планировании. Потом идет имплементация и само спортивное мероприятие, то есть то, о чем я говорил с 16 по 24 июня, что я хотел бы назвать кульминацией. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И после этого о подведении итогов, оценке и завершении спортивного мероприятия. Хотел бы заострить внимание на системном и своевременном подходе к организации спортивных мероприятий. и немножко поговорить о передовой практике мировой в соотношении с украинской практикой организации спортивных мероприятий. Каждое спортивное мероприятие имеет свою специфику. От Олимпийских игр до чемпионата области по плаванию, от спортивного форума в Харькове, как и этот сегодня, до церемонии награждения «Золотой мяч», которая должна пройти в Париже на Эйфелевой башне. И каждое спортивное мероприятие заслуживает на хорошую организацию и стремится достичь своих целей для развития спорта. И вне зависимости от того, какого рода мероприятие необходимо организовать, оно мультиспортивное или оно по одному виду спорта, оно повторяющееся или одиночное, есть один базовый жизненный цикл мероприятия, который я для себя вывел. Это инициализация, планирование, имплементация с, как я уже говорил, проведением самого чемпионата от первого дня церемонии открытия до церемонии закрытия и финала, что я называю кульминацией, мониторинг и контроль, и после этого оценка и завершение. О концепции. Это, в моем понимании, время сбора информации, оценки своих возможностей, получение четких директив от руководства, очень важно, подача заявки или проведение переговоров о получении прав. То есть это тот период, когда город, регион, федерация желает заполучить и в конечном итоге получает права на проведение того или иного мероприятия. Необходимо четко изучить требования к каждому мероприятию. И бывает по-разному. Сначала можно изучать требования, которые получаем у правообладателя. В нашем случае это Международная боксерская ассоциация и Европейская боксерская конфедерация. А потом получать директивы и понимание целей и масштаба от руководства и главных действующих лиц. Бывает и наоборот. Но очень важно пройти и тот, и иной этап. Это определить цели чемпионатов спортивного мероприятия, в нашем случае чемпионата Европы, от руководства. И из моего опыта, если есть такая возможность, необходимо получить и утвердить цели в письменном виде. Это поможет и оргкомитету, и руководству на протяжении всей подготовки и проведения спортивного мероприятия. После определения требований и условий, естественно, необходим примерный объем затрат. Начальный бюджет любого мероприятия. Уже на этой стадии. Для того, чтобы потом не происходило сюрпризов, это залог системного подхода. Уже на самой ранней стадии концепции необходимо понимать примерный объем затрат, который, если у вас нет опыта в вашей организации проведения мероприятий такого рода, вы всегда можете и вам стоит общаться с другими организациями, которые проводили или проводят такого рода мероприятия для того, чтобы сформировать свое понимание о масштабе, о требованиях и о бюджете. В нашем случае этот год оказался очень насыщенным, на спортивные мероприятия, в то время, когда мы были на вот этой стадии, уже проходил чемпионат мира по хоккею в Киеве, по хоккею с шайбой. И мы тесно обсуждали некоторые темы, которые нас волновали с оргкомитетом, с представителями оргкомитета. Смотрели, каких подрядчиков мы можем использовать. Может быть, даже не только подрядчиков, а отдельных специалистов для нашей команды, как они формировали бюджет, сколько они получали средств, смогли получить средств от министерства, от городского спорткомитета. Если не средств, то какого рода помощь и так далее и тому подобное. Обязательно уже на этой стадии необходимо проводить детальное исследование относительно того, сколько будет стоить ваше мероприятие. Вы должны понять, какие у вас есть ресурсы, какие у вас есть возможности и какие есть источники финансирования. То, о чем я говорил вот сейчас тоже. Обязательно уже на этой стадии постараться максимально определить, кто главные стейкхолдеры, на кого делать ударение во время подготовки и проведения организации. Как уже было сегодня сказано, желательно, чтобы это была спортивная общественность, фанаты, любители спорта. Но я ничего плохого не вижу в том, чтобы делать ударение и на выстраивание взаимоотношений с международной ассоциацией во время периода подготовки и проведения мероприятия, на том, чтобы популяризировать спорт, на том, чтобы выстраивать взаимоотношения с телевизионными компаниями, со СМИ и так далее и тому подобное. А также, если стоят задачи, вы можете сделать ударение на спортсменах и официальных делегаций, которые приезжают сюда, для того, чтобы им показать, насколько гостеприимная Украина, насколько хорош Харьков в плане проведения дальнейших мероприятий, в плане отдыха и так далее и тому подобное. То есть разные могут быть цели и, соответственно, относительно этих целей необходимо делать ударение на тех или иных моментах. И, естественно, необходимо в нашем случае было подготовить заявку, подать ее, пролоббировать. Все сложилось удачно. В нашем случае с нами соперничала Россия, Российская Федерация Бокса и Турецкая Федерация Бокса. Большая заслуга нашего успеха, нашей заявки был именно город Харьков. Та инфраструктура, которая здесь есть, та арена, которая здесь есть. Перед чемпионатом Европы, для того, чтобы понять свои возможности, ресурсы, мы провели здесь в 2016 году, в конце года чемпионат Украины по боксу, который прошел успешный, где президент Федерации Бокса Украины Владимир Степанович Продиус и первый вице-президент Федерации Дмитрий Алексеевич Шенцев приняли решение о том, что стоит подавать эту заявку и попробовать привести чемпионат Европы в Харьков. И после процесса лоббирования, так получилось удачно, что мы заполучили права на проведение чемпионата Европы Харьков-17. Итак, после этого начинается процесс планирования. Я могу сказать, что ООН у нас, к сожалению, начался не так рано, как хотелось бы и не с тем размахом, с которым необходимо это делать, не так структурировано, но это то, о чем я буду говорить позже, это достаточно нормально для Украины в целом, для ведения бизнеса здесь в Украине, для организации мероприятий здесь в Украине, к сожалению. Но мы, естественно, начинали, как и стоит с организации рабочей группы, команды, которая будет готовить и проводить чемпионат Европы. Очень важно, чтобы это была опытная команда, если мероприятие высокого уровня. И не обязательно ограничиваться своей организацией, своей структурой. Смотрите дальше, ищите, как я уже говорил, людей, которые могут выполнять определенные задания и функции, о которых я поговорю на следующем слайде. На высоком уровне в других организациях, которые проводили похожие мероприятия. Слава Богу, сейчас в Украине после проведения Евро-2012, после того, как многие специалисты в сфере спортивного менеджмента, спортивного маркетинга, организации спортивных мероприятий прошли через Сочи-2014, через Баку-2015. Многие работали в УЕФА, сотрудничали с УЕФА. Здесь хватает спортивных специалистов, которые могут вам помочь организовать мероприятия на высоком уровне. И эти люди вашему руководству, вашей организации сохранят деньги и помогут достигнуть цели. Это очень важно, собрать ту команду, которая готова достигать поставленных целей. Делайте все, если вы организатор, делайте все для того, чтобы ваше руководство это понимало и собирало команду как можно раньше. Для большого спортивного мероприятия ранга чемпионата Европы я бы советовал команду в районе 10 человек иметь уже за 6 месяцев до начала турнира. И после этого обрастать большим количеством представителей рабочей группы. Я немножко позже об этом поговорю. Выбор подрядчиков. Как и любой из вашей команды, любой подрядчик может, как говорится, исполнить разницу между провалом мероприятия и сделать многое для того, чтобы ваше мероприятие стало успешным. Когда организовываешь такое мероприятие, как Харьков 17, а масштабное, необходимо полагаться на подрядчиков. Необходимо выстраивать с ними стратегическое сотрудничество. Выстраивать, если не получается работать так, как их устраивает финансово, находите другие методы. Выстраивайте отношения личные. Облегчайте их работу. Находите компромисс. Но сотрудничайте с теми, в кого вы верите, на кого вы можете положиться. Детальный бюджет. На этом этапе необходимо делать все для того, чтобы от каждого из представителей вашей рабочей группы вы получили детализацию по его направлению или ее направлению, для того, чтобы сформировать бюджет и утвердить его с запасом. То есть в каждой графе необходимо иметь запас. Это мой совет для успешной организации такого мероприятия, как это. И максимально его детализировать. Операционный план, переговоры с подрядчиками о оптимизации. Для этого необходимо как можно заблаговременно, как можно раньше начинать процесс планирования. Если вы начинаете, чем ближе к мероприятию у вас собирается команда и вы начинаете вместе планировать, тем дороже вам выйдет и вашему руководству выйдет проведение мероприятия. Это факт, по-другому быть не может. Или если за те же деньги, то оно выйдет гораздо хуже. У вас не будет такого разнообразия, вы не сможете создать впечатление того, что это мероприятие высокого уровня, оно хорошо подготовлено, и оно идет плавно. У вас будут сбои. И это каждая деталь может испортить впечатление о всем турнире, о всем мероприятии. Поэтому чем раньше вы создадите рабочую группу, начнете выбирать подрядчиков, опытных подрядчиков, которым вы можете доверять, чем раньше вы начнете переговоры по оптимизации не только с подрядчиками и партнерами, а и с международной ассоциацией, я вам скажу, что с правообладателем. Не стесняйтесь вступать в переговоры по каждому пункту. У нас это был хоус-сити агримент, договор о проведении мероприятия. По каждому пункту не стесняйтесь вступать в переговоры. Это можно делать не грубо, лояльно, корректно, но это нормальная мировая практика оспаривать пункты, которые находятся в хоус-сити агримент. И мы достаточно успешно это сделали. Один из примеров, я могу сказать, это то, что весь чемпионат прошел на нелицензионных рингах АИБа. Да, они были в 2013 году, когда мы проводили по юниорам чемпионат мира по малышам, они были лицензионные Adidas. Сейчас они оказались нелицензионными, или Adidas потерял лицензию. Мы добились того, чтобы этот турнир прошел на рингах Adidas и сохранили руководству и формируют в процессе организации как минимум 35 тысяч долларов. И так по каждому пункту. Снова хорошая рабочая группа поможет вашим руководителям найти эти моменты, где можно сократить расходы. Привлечет большее количество партнеров и спонсоров. Поэтому раньше создавать рабочую группу, и она должна быть профессиональной, мотивированной, правильно мотивированной. Маркетинг и промоушен. Уже на стадии планирования обязательно необходимо заниматься и маркетингом, и промоушеном. С самого начала должна быть, это базовые моменты, но часто в организации мероприятий это выпускается, презентация для спонсора, презентация для кого-либо, кто хотел бы поучаствовать в любой форме в организации вашего спортивного мероприятия. На этом этапе уже необходимо думать о мерчендайзинге и наградной продукции. И снова я говорю, детали очень важны. Сотрудничайте по серьезным мероприятиям, сотрудничайте с качественными производителями. Если у вас большое мероприятие, и вы тратите немножко больше на мерчендайзинг и наградную продукцию, но она будет качественная в общей массе, это не будет огромным увеличением, а детали эти важны. И я вам скажу, что мы сотрудничали с Киевской компанией Колумб, которая произвела и медали, и кубки. И это действительно были и медали, и кубки европейского континентального уровня. Я могу передать, посмотрите, действительно то, чем мы гордимся. И плакетки, которые мы только что вручали, они же производят. Пожалуйста. Это золотая медаль с чемпионата Европы, который здесь проходил. И ничего страшного, если ваш план на этом этапе будет отличаться от той концепции, которую вы создали, из которой вы выиграли право проводить чемпионат Европу. Ничего страшного в этом нету, это уже мировая практика. Делайте так, как вы считаете необходимым для того, чтобы мероприятие прошло успешно. Если у вас хорошее намерение, вы профессионал своего дела, вы знаете лучше, чем... часто вы знаете лучше, как сделать, чем международная ассоциация. Может быть, это не касается таких серьезных ассоциаций, как у ЕФА, но в других видах спорта мой опыт подсказывает, что часто местный организатор знает лучше, как провести, чем международная ассоциация. Хотел бы пройтись по составу рабочей группы Харьков-17. Голова рабочей группы с подготовки, это проведение, бла-бла. То, что в европейской практике называется competition manager, менеджер соревнований. У нас было два заместителя, это очень важно. Один работал по направлению министерства спорта, это был глава департамента бокса в министерстве спорта. Министерство спорта оказало нам помощь в проведении чемпионата Европы. чемпионат Европы в Харькове был бы с прецедентом еще в том плане, что доля финансирования государственного в общем бюджете не превышала 20%. Остальное было осуществлено за счет спонсоров и личных средств и помощи value in kind, то есть безоплатной помощи в проведении тех или иных мероприятий внутри большого мероприятия. Но очень важно было и получить и эти 20% и получить их своевременно. Мы начинали, к сожалению, процесс планирования поздно, всего за несколько месяцев до начала самого мероприятия. И поэтому очень важно было, чтобы все прошло без каких-либо сбоев. Поэтому задействуйте, выстраивайте партнерские взаимоотношения с министерством спорта, с спорткомитетом областным, городским, там, где вы проводите мероприятия. Объединяйте людей вокруг этой цели. А также одними из заместителей был вице-президент Харьковской областной федерации бокса Леонид Яковлевич Задорожный. Человек, которого здесь уважают, которого здесь знают, который провел здесь сотни мероприятий. И поэтому с его помощью мы могли здесь решать повседневные вопросы и прийти к успешному результату. Это тоже очень важно на месте, находить тех людей, которые вам помогут реализовать ваш проект. Естественно, финансовый менеджер и бухгалтер могут быть две позиции. Может быть совместная позиция. Спортивный или технический менеджер – это те люди, которые ведут переговоры с международной ассоциацией относительно спортивных и технических нюансов по каждому виду спорта. Менеджер маркетинговый менеджер и менеджер продаж. Я бы советовал, чтобы это было два человека. К сожалению, у нас так не получилось. И наш маркетинговый менеджер нас подвел на начальном этапе. В самом конце пришлось брать это под собственный контроль, а потом нам, слава богу, Александр помог, подсказал тех людей, которые здесь уже на месте в Харькове, когда мы были буквально за полтора месяца до начала, за два месяца, за полтора месяца до начала чемпионата, мы начали тесно работать по этому направлению. Это очень маленький отрезок времени, за него получилось успеть немало, но если бы мы начали процесс планирования заранее, возможно, даже вышли бы на самоокупаемость, потому что чем более статусное мероприятие, чем раньше вы его начинаете планировать, чем больше вы занимаетесь промоушеном и маркетингом с самого начала, тем больше вероятность того, что вы можете выйти в конце на самоокупаемость. И это цель каждого из нас здесь, для того, чтобы, наконец, спортивный менеджмент функционировал правильно в Украине, и спортивные организации могли себя хотя бы финансировать, для того, чтобы развивать свой вид спорта в дальнейшем. Никто не говорит пока о заработках. Хотя бы для того, чтобы была возможность вкладывать обратно в развитии своего вида спорта. Менеджер из коммуникации – это пресс-аташе. У нас это было две позиции. Это важные позиции, потому что в организациях, где во время мероприятий, где не идет речь о заработке, для руководства, для вида спорта, очень важна составляющая коммуникации и пиар. Обратите внимание на этот момент. Для вида спорта очень важно. И чем больше вы будете обращать внимание на работу со СМИ, тем больше будет вероятность того, что на вас обратит телевидение внимание, на вас обратят спонсоры внимание, и вы будете приближаться к этой цели самоокупаемости. Выстраивайте взаимоотношения тесные с представителями СМИ. И пусть этим занимаются отдельные один или два человека в вашей структуре. Менеджер по визовым и логистическим вопросам. Это тот человек, который связывался со всеми делегациями и потом после этого передавал информацию и транспортному менеджеру, и менеджеру по аккредитации, менеджеру арены, и менеджеру по проживанию и питанию. Транспортный менеджер. В нашей ситуации, менеджер протокола и ВИП-хоспиталити, мы провели здесь во время чемпионата Европы и с полкомом Европейской конфедерации. Для того, чтобы провести такое мероприятие, а очень важно во время большого мероприятия окружать его наибольшим количеством сопутствующих мероприятий для выгоды Национальной Федерации, то есть вашей проводящей организации, или любителей спорта. Это могут быть мероприятия для общественности. У нас была программа «Хедзап», которая проходила в день отдыха перед полуфиналами, была достаточно успешна. Это образовательная программа международной ассоциации для маленьких деток из регионов, занимающихся боксом. И мы провели мероприятия, которые важны для нашей ассоциации, для нашей федерации. Это и заседание исполкома ЕКБ, которое поднимает наш статус и дает нам возможность выстраивать взаимоотношения на будущее. И курсы International Technical Official, курсы международных технических делегатов. И после окончания чемпионата пять человек, украинцев, получили этот статус и теперь ездят по чемпионатам Европы, по чемпионатам мира и помогают международной ассоциации проводить турниры на международном уровне. Вы понимаете, насколько важно это для статуса Национальной Федерации. Поэтому менеджер по протоколу и ВИП-гостинности очень важная позиция, которую необходимо заполнять заранее и этого человека пускать в выстраивание взаимоотношений с членами исполкома Международной ассоциации, с президентами Национальных Федераций, с ВИП-гостями, которые сюда приезжают. Транспортный менеджер хотел бы уделить внимание этому пункту. У нас так получилось, что концепция отличалась от плана. Мы по концепции должны были использовать один или два отеля, включая отель Мир, но если мы хотим проводить чемпионат Европы на достойном уровне, нам пришлось выбирать маленькие отели по всему городу. Их было пять только для делегаций. Еще один отель для официальных лиц. Вы себе можете представить, какая нагрузка транспортная была. И мы ее решили, договорившись с очень опытным транспортным менеджером, который вошел в наше положение, закончил работу на Евровидении. До этого он работал и на Олимпийских играх, и в Баку на Европейских играх. Приехал сюда и не только организовал весь процесс, а и на собственном автомобиле выполнял перевозки и так далее. Все это почему? Потому что мы не заранее начали, начали в последний момент. Чем позже мы начинаем, тем больше усилий требуется для того, и нестандартных действий для того, чтобы провести мероприятие правильно. Но хотелось бы поблагодарить здесь и городской совет, и лично мэра Геннадия Адольфовича и по транспорту мы получили полное сотрудничество и огромную помощь, и по волонтерам, и было предоставлено огромное количество рекламных площадей. Это то, что означает стратегическое сотрудничество, когда люди объединены одной целью. Вернусь к транспортному менеджеру. Очень важная позиция, если у вас отели находятся далеко от арены. Аэропорт, в данном случае аэропорт находится близко и все нормально, но это очень важная позиция, если вы понимаете, что люди от отеля на арену ходят не пешком, а им необходимо передвигаться на транспорте, и у вас большое количество представителей делегации на этом мероприятии. Аккредитация. Мы не наняли менеджера по аккредитации. У нас наш пресс-эташе выполнял роль менеджера по аккредитациям, потому что он имел опыт организации этого процесса на одном из международных турниров до этого. И он сделал всё от себя зависящее, но, к сожалению, во время кульминации, когда наступила кульминация, начались проблемы, и он не смог уделить время этому важному аспекту. После этого мы выдали, мы примерно можем сказать, что мы выдали на 500 аккредитаций больше, чем нам следовало. Вы себе можете понять, какой риск это для безопасности, а мы все понимаем, в каких условиях сейчас проводятся спортивные мероприятия такого рода в Украине. Это и потерянный доход от продажи билетов, а продажи билетов у нас были очень неплохие. Это и потери от закупки дополнительных материалов для производства аккредитации, и время, и так далее, и тому подобное. Убедите своё руководство, что необходимо заполнять все важные позиции, иначе потом это выливается в дополнительные расходы или утерянные недополучения средств от продажи билетов, и так далее, и тому подобное. Менеджер арены – важная позиция, менеджер ТВ-трансляции – одна из ключевых позиций. К сожалению, на этом чемпионате менеджером по ТВ-трансляциям по совместительству был я. Я бы предпочёл, чтобы этим занимался отдельно человек, потому что, снова, телевизионная трансляция – это основной момент, это основная цель любого спортивного мероприятия. Сделайте всё для того, чтобы телепроизводство и трансляция у вас были на высоком уровне. Даже если это чемпионат области, транслируйте. Сейчас много есть технических способов для того, чтобы выводить это в интернет, и чтобы за вашим мероприятием наблюдали как можно большее количество людей. От этого нет негатива, это только даст позитивные результаты. В прошлом АИБА Международная боксёрская ассоциация делала всё для того, чтобы снимать только финалы, полуфиналы, потому что, к сожалению, были определённые манипуляции, которые они хотели оставить за кулисами. Сейчас это невозможно сделать. Сейчас каждый снимает на телефон, на GoPro. Если не снимете вы, за вас снимет кто-то другой. и получит небольшую, но свою выгоду с этого. Снимайте мероприятия, делайте всё для того, чтобы ваши трансляции были на высоком уровне. Это залог успеха, это мировая практика, это ваш будущий доход в любом виде спорта, в любой организации, при любом виде организации спортивного мероприятия. Менеджер спортивной презентации договорились с очень опытным человеком, но в последний момент благодарим за это областную администрацию и их спорткомитет. Они нам посоветовали очень опытного человека. Но это было в последний момент и, слава Богу, у нас прошла церемония открытия и прошла церемония медальная и небольшая церемония закрытия. Но это то, что мы могли бы сделать лучше, если бы этому моменту мы уделили немножко больше внимания и человека назначили раньше. Волонтёры. Огромная благодарность снова городу. Без волонтёров мы бы не смогли провести Харьков-17 на достойном уровне. Спасибо за то, что обеспечили и питание, нашли этих волонтёров, совместно с нами обучили. Они сделали великолепную работу. Это была огромная помощь для нас. Менеджер по проживанию и питанию. Достаточно понятная позиция, когда 5 отелей и более 400 человек представителей официальных делегаций, необходимо один или несколько людей, которые занимаются этим вопросом. Но снова, если вы начнёте заранее и будете выстраивать стратегические партнёрства с отелями, возможно, в каждом отеле найдётся человек, которого вы сможете заранее обучить, и он будет снимать с вас огромную нагрузку рабочую по этому направлению. Безопасность, медицинские услуги. И у нас ещё на турнире было более 30 National Technical Officials. Это технические представители, это судьи, сотрудники областных федераций бокса, которые приехали сюда, которым мы обеспечили проживание, питание, небольшие суточные, они помогли нам в организации этого чемпионата. Чем позже вы начинаете организацию чемпионата, тем больше вам понадобится вот этих людей в последний момент. И я вам скажу, что именно большое количество людей, которые приехали сюда, как полуволонтёры, помогать нам, и они были, они болели, переживали за бокс, им приятно было участвовать в этом процессе. Благодаря им мы провели без особо больших сбоев. Снова я говорил, что необходимо, по моему мнению, начинать как минимум за 6 месяцев стадию планирования уже, проведения такого мероприятия, и заходить туда с количеством людей сразу не менее 10, и потом, чем ближе к чемпионату, то это тот формат, который я бы посоветовал иметь за месяц, полтора-два до начала мероприятия уже. Это если стараться сэкономить деньги, как бы выйти на оптимальный баланс инвестиций и последующего результата. Вот за два месяца было бы правильно иметь такого формата оргкомитет. Во время самого мероприятия вот эти 30 человек, которые приезжают на сам чемпионат, они помогают сделать так, чтобы кульминация прошла так, как она должна пройти. Процесс имплементации самого мероприятия начинается совместно с процессом планирования. Это и прессе промо мероприятия, которое начинается задолго до чемпионата. Это и координационный визит, и сделайте все для того, чтобы представители правообладателя, Международная ассоциация, представители АИВА и КБ в нашем случае смогли а. узнать вашу команду, б. ответить на все ваши вопросы, вашей команды и провести хорошо время для того, чтобы вы смогли общаться немножко на другом уровне и решать вопросы гораздо быстрее и эффективнее за тот период, который остался до церемонии открытия. В нашем случае приехали представители АИВА, они были и в Киеве, встретились с президентом федерации, и в Харькове, здесь первым вице-президентом федерации, они были в областной администрации, они были в мэрии, и мы успели провести и рабочие вопросы, и понимая, что те люди, которые приезжают к нам, они серьезные, активные спортсмены, и в Харькове, и в Киеве мы находили спортзалы, тренировались, национальный олимпийский комитет участвовал в процессе организации, помогал чем, чем имел возможность от начала до конца, лично Сергей Назарович изъявил желание и для представителей координационного визита, но это была как реализация мечты, потренироваться с такой легендой, как Сергей Назарович Бубко, находите те моменты, которые нравятся основным, ключевым лицам в международной ассоциации и выстраивайте с ними взаимоотношения. Чем раньше вы начнете продавать билеты, тем лучше. У нас получилось начать всего за полторы недели до начала чемпионата, хотя планировали гораздо раньше, но, слава Богу, с нашим промо мы смогли сделать так, чтобы 50% билетов во время предварительных раундов были проданы и на полуфинал-финал у нас был фулл хаус, полная заполняемость арены локомотив, что очень высоко оценили представители международной ассоциации, естественно, чем больше людей в зале, тем лучше атмосфера и тем лучше это смотрится по телевидению и так далее, по цепочке, тем больше это нравится спонсорам, поэтому сделайте все для того, чтобы ваши арены, трибуны были заполнены. Если вы меня спросите, бесплатное посещение далеко не самый лучший вариант для проведения спортивных мероприятий, постарайтесь потихоньку отходить от этого. В моем понимании деньги потрачены, в нашем случае, слава богу, нам помогал городской совет с рекламой, мы сократили там существенные расходы, но даже если бы нам пришлось платить за нашу рекламу, скорее всего, мы бы это делали, может быть, в сокращенном, в урезанном варианте, но мы бы это делали. Реклама в метро окупает себя полностью. Даже если вы выходите на ноль, но люди приходят к вам на мероприятие, это плюс к проведению вашего мероприятия. И кульминация. 15 число, церемония открытия, все дни между и конец проведения чемпионата, финал 24 июня. Я вам скажу так, на этом этапе вы не сможете уже планировать, вы не сможете проводить собрания так часто, как вам хотелось бы. Для этого есть только поздняя ночь или раннее утро. Это период, когда вы занимаетесь пригласительными, потому что рассадка людей на арене это один из самых важных моментов для вашего руководства. Вы должны это понимать. вы должны сделать так, чтобы все ВИП-гости, все те, кого хочет видеть ваше руководство на этом мероприятии, были присутствовали и были удовлетворены своим месторасположением на полуфиналах, на финалах, на церемонии открытия и так далее. Из моего опыта огромное количество времени во время чемпионата уходит на пригласительные, на ВИП-рассадку, на аккредитации. Я вам так скажу, в процессе организации чемпионата перед полуфиналами нам пришлось из-за того, что этот процесс вышел из-под контроля, нам пришлось со службой безопасности, с полицией, с Нацгвардией разбираться, как сделать так, чтобы ограничить доступ людей на арену во время полуфинала и финала, отрезать тех людей, которые не санкционированием получили аккредитацию. В срочном порядке закупались наклейки, мы определяли снова по-новому кто в какие зоны с какими наклейками имел доступ и отправляли людей на вход, на проходную и они или там, или заранее, или в процессе до полуфинала расклеивали эти наклейки, я вам скажу, это спасло нас от коллапса во время полуфинала и финала. Поэтому вы занимаетесь пожаротушением, пригласительными, виброссантками, аккредитациями и вип-гостями. Вы уделяете время тем людям, которые значат очень многое в вашем виде спорта и вам необходимо это делать. От вас это ожидается, поэтому сделайте так, чтобы вы смогли этим заниматься во время самого чемпионата. Пару фотографий с чемпионата вы видите, это буря эмоций начиная с первого дня до последнего, это отсутствие сна, мало приемов пищи, но это пример пожаротушения, когда два телефона используются постоянно, в постоянном режиме, то есть с одного уха в другое, с одного в другое. К сожалению, на второй фотографии чуть выше вы видите, это не денежные средства там в пачках разложены, это то, о чем я говорил, это пригласительные билеты и этому необходимо уделять время, это 4 утра в один из дней между 14, и 24 числом июня. Ну и снова говорю, буря эмоций, слава богу, все прошло успешно, я сегодня не буду говорить о тех спортивных моментах, которые привели к тому, что наша команда заняла первое общекомандное место, три золотых медали на домашнем чемпионате, ну это, конечно, не навредило общей картинке проведения нашего чемпионата, естественно, это для меня, даже как для организатора, наверное, это основное достижение, то, что наша команда заняла первое общекомандное место, снова стало лучшей в Европе. Это, естественно, тренерами и самим боксером. Мониторинг и контроль то, что необходимо делать за счет проведения частых собраний. У нас это очень не любят. Из моего опыта у нас спортивные руководители очень любят собираться, систематически и долго обсуждать все моменты по организации чемпионата. Не любят. Без этого никуда. Это мировая практика. Утвердите еженедельную встречу с вашей рабочей группой, с командой, утвердите еженедельную встречу с вашим руководством и сделайте максимально от вас возможное для того, чтобы систематически встречаться с руководством, решать все вопросы своевременно. Вы должны на этих собраниях разрешать конфликты, а они будут возникать, когда накал страстей такой, когда ответственность очень высокая и времени не хватает. Это бюджетный контроль. До начала турнира вы можете это выполнять и вам стоит это выполнять снова на этих же собраниях. Во время проведения самого чемпионата я думаю у вас возможности это делать не будет. Оставьте запас, найдите возможность иметь наличные средства у вас для того, чтобы душить пожары, которые будут возникать. И корректировка целей проходит постоянно во время периода планирования и проведения чемпионата. Очень хорошо, если у вас есть возможность после этого с вашей командой, она никуда не разбегается, у вас договоренности о том, что вы останетесь с вашей командой, поработаете еще недели-две после чемпионата для того, чтобы сделать отчет о проделанной работе и по финансовым показателям провести заключительные встречи с партнерами, а если турнир прошел успешно, то это всегда приятные встречи, и для того, чтобы во время организации следующего мероприятия все прошло на порядок, легче, обязательно уделите время этим встречам с партнерами вашими после окончания чемпионата. Передача информации, то есть какое-то наследие должно остаться для проводящей организации, отчеты, структура, все файлы всех представителей рабочей группы должны быть сохранены, структурированы и сданы организацией. Это очень важно, у нас часто проводятся мероприятия и проводятся на достойном уровне, а после окончания все пропало, никто ничего не знает, все разбежались и в следующий раз начинаем все с нуля, то есть еще с более раннего показателя. Ну и обсуждение планов на будущее, очень хорошо, когда все заканчивается хорошо и тогда есть возможность и необходимо строить на этом успехе дальше, это будет ваш фундамент для того, чтобы покорять еще больше вершины. Мы хотели провести чемпионат мира в 2019 году лицензионный на участие в Олимпийских играх в Токио, но, к сожалению, в последний момент мы уже подготовили заявку, я ездил, презентовал, заявка у нас была очень хорошая, но мы презентовали ее, но предупредили всех, что, скорее всего, у нас ввиду изменений в последнюю минуту со стороны АИБа, которая потребовала огромного взноса, огромный взнос за проведение чемпионата 4 миллиона франков, для нас это нецелесообразно. Оказалось, поэтому мы презентовали, а целесообразно это оказалось для Федерации бокса России и для Сочи, они готовы платить такие деньги и проводить мероприятия. Ну, ничего страшного, есть масса других мероприятий, которые мы можем привести в Украину для того, чтобы бокс развивался. Я очень много об этом говорил, буквально осталось два слайда, и я скажу, что важность системного и заблаговременного подхода к организации спортивного мероприятия, она не может быть недооценена. Это снижение воздействия серьезных рисков на ранних стадиях проекта, что ведет к минимизации затрат на их устранение, раннее обнаружение конфликтов между требованиями, моделями и реализацией проекта, это акцент усилий на наиболее возможность установления акцента усилий на наиболее важные и критичные направления проекта, это организация эффективной обратной связи командой со всеми стейкхолдерами и создание продукта, реально отображающего, отвечающего его потребностям. Это более равномерная загрузка участников проекта на всех стадиях, это эффективное использование накопленного опыта, это реальная оценка ситуации, как следствие большая уверенность стейкхолдерам в том, что ваше мероприятие пройдет успешно, и это возможность насытить мероприятие красивыми деталями, а именно это определяет наивысший уровень организации деталям. У нас где-то получилось благодаря удачному выбору подрядчиков и тесному сотрудничеству с партнерами, которых я не перестаю благодарить, и 6 месяцев спустя, и, наверное, буду благодарен за этот опыт и за их отдачу до конца своих дней. Очень важно системный и своевременный подход к организации спортивного мероприятия, и это как раз является передовой практикой, мировой практикой. В Украине мы умеем проводить спортивные мероприятия хорошо, но мы можем это делать гораздо лучше. У нас есть проблемы со своевременностью, у нас есть проблемы со стабильным начальным финансированием, заблаговременным начальным финансированием, для того, что вам необходимо объяснять руководству, что чем раньше начнется проект, тем менее финансово емким он будет по факту. Стратегическое партнерство в мире часто оно базируется на финансовой составляющей. То есть там и город, и область, и все партнеры, и международная ассоциация, и национальная федерация, все имеют возможность заработать, там другой рынок. Поэтому их стратегическое партнерство часто вращается вокруг финансовой составляющей. Если все зарабатывают, легко людей объединить вокруг этой идеи. У нас стратегическое партнерство вращается вокруг развития спорта, помощи спорту, популяризации спорта и развития страны в целом. Слава Богу, для руководства Харьковского региона, для руководства Харькова, для нашей федерации это не пустые слова. И мы смогли объединить людей вокруг этой идеи. я думаю, что для вас это тоже понятно. Коммуникация это то, что я говорю. Собрание, 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 собрание. У нас очень не любят это. Я приверженник такой стратегии, я приверженник того, чтобы задерживать людей из других департаментов и заставлять их все-таки выслушать, что происходит в других сферах организации мероприятия для того, чтобы все были on the same page, на одной странице и у всех было совместное взаимопонимание того, что происходит вокруг. Координация вытекает из стратегического партнерства и коммуникации. Необходимо координировать действия всех организаций, всех структур, всех людей, которые задействованы в организации мероприятия. В принципе, с этим в Украине тоже мы справляемся. Спонсорство с этим у нас проблема, естественно, в Украине. С моей точки зрения все вытекает из телевидения. Нам надо делать, нам, спортивным организациям, людям, не безразличным, имеющим отношение к развитию спорта и организации спортивных мероприятий, нам надо делать все для того, чтобы выстраивать более тесные взаимоотношения со СМИ, с телеканалами и со всеми теми, кто имеет какое-то отношение к телевидению и трансляции. Сопутствующие мероприятия, я об этом говорил, у вас есть чемпионат, сделайте так, чтобы он был более интересным для общественности. У нас не получилось, но однозначно стоит, и это есть и финансовая целесообразность в этом и в целом это очень правильно организовывать фестивали уличной еды, фотостенды, сделать так, чтобы ваши спонсоры и партнеры выставлялись более ярко, сделать настоящий праздник, и не только может быть на арене и вокруг арены, а по всему городу. Это имеет смысл, это работает, если это организовывать заранее. Это для общественности, для вашей организации, проведите исполком, проведите курсы, все равно съезжаются все тренера, все функционеры со всей Европы в данном случае. Сделайте, и у нас это получилось, нам не пришлось платить за перелеты инструкторов, за проживание инструкторов, все это было для нас бесплатно, поэтому очень важно сопутствующие мероприятия. У нас это получилось, и мировая практика такая же, это очень важно. И максимальное освещение СМИ, я об этом уже сказал, наследие, хотелось бы тоже, чтобы у нас больше этому внимания уделяли организации, собирались, обсуждали отчеты, и в принципе я рад, что сейчас могу рассказать вам о своем опыте, это тоже продолжение наследия чемпионата Европы Харьков 17. Несомненно, хотелось бы в заключение сказать, что Харьки «СПОРТ-СИРИИ», и это правда. Огромное всем вам спасибо еще раз за ваше внимание, тем, кто участвовал в организации чемпионата Европы, за вашу помощь, это опыт на всю жизнь, и я очень надеюсь, что с вами вместе мы будем сотрудничать дальше и достигать еще больших целей в Харькове, в Украине, в мире в целом. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. У меня есть небольшой подарок. Официальная пара перчаток с чемпионата Европы, с росписью чемпиона Европы и чемпиона мира Саши Хижняка за лучший вопрос. Поэтому пожалуйста. Даже я хотел задавать вопросы. Пожалуйста. Дамы и господа, у вас какие-то вопросы к Дмитрию, поэтому перчатки стоят того. Можно вопрос? Конечно, пожалуйста. Я собирался задавать вопрос, не зная о перчатках и, собственно говоря, не стремлюсь их получить. Но есть вот такая мысль, хотелось бы услышать ваш ответ. Когда вы говорили о том, что по ходу подготовки рабочая группа по количеству должна увеличиваться, и тем не менее были определенные проблемы, вы о них сказали. Тем более вы совмещали два направления по сути. Несколько. Да, несколько. несколько. Так вот, идея в чем заключается? Возможно, нужно отталкиваться изначально от широкого состава, может быть, более широкого, чем это нужно, состава рабочей группы, чем это нужно первоначально для проведения мероприятий. А потом эту ситуацию услуживать по мере того, кто-то отсеялся, кто-то не сработал, кто-то не успел, кто-то выдохся, извините. Я представляю Академию физической культуры, проректор Качо, мне бы хотелось услышать ответ на этот вопрос. Спасибо большое за Ваш вопрос, он очень важный. Из моего опыта эффективней на ранней стадии работается в более узком кругу, для того, чтобы собрать информацию. И очень важно найти не количество людей, а качество. Да, это уже немало, то, о чем я говорил, это уже немаленькое количество для украинской практики, организации мероприятий. У нас очень тяжело заставить руководство поверить в то, что необходимо эта позиция, эта позиция, эта позиция, эта позиция, что не все решается просто оплатой, что необходима компетентность. Поэтому я бы за то, чтобы подбирались качественные сотрудники, им были созданы достойные условия, и была у них достойная мотивация, если они качественные, если у них опыт есть, есть большая вероятность того, что они не выпадут из проекта. Но чем больше людей, тем лучше. Если у вас есть большое количество людей, которые могут выполнять совсем небольшие функции, поехать, отсканировать, распечатать, доставить, договориться о каких-то мелких моментах, и они являются частью вашей организации, и в этом процессе они научатся чему-то, и в следующей организации чемпионата они могут стать теми компетентными сотрудниками, которые вас не подведут. поэтому я за то, чтобы круг был не сильно широким, он был создан из достойных представителей, опытных представителей, а вокруг них действительно можно к ним представлять людей из своей организации, молодых ребят, девушек, для того, чтобы они обучались, и впоследствии это один из моментов наследия организации. у нас поездили очень много рук, давайте по порядку. Пожалуйста. Здравствуйте. Я представляю Академию интеллекта Скарм, это я занимаюсь бриджем в масштабах Украины, Харькова. К сожалению, эта игра у нас запрещена, считается, что студенты козлы, что они должны только деньги носить преподавателям и покерные спортивные клубы, но это так абстракчно, чтобы вы поняли насколько это тяжело. Но я занимаюсь тоже развитием своего вида спорта. И мне кажется, что мы должны обязательно создавать, не ждать, когда мы подружимся с телевидением, а создавать каналы телевизионные и радио для того, чтобы мы могли вещать о вашем спорте. Я о своем бы о своем. Вы должны раз в неделю хотя бы быть прямой эфир на Фейсбуке, на Google+, то есть я с удовольствием бы слушал рассказы и интервью с выдающимися спортсменами не есть везде. Вы понимаете? И Ломаченко, и другие, и Кличко тот же самый, который ушел в политику, но он остался величиной номер один по боксу в Украине и в мире. Поэтому мне кажется, что нужно не ждать, когда вы подружитесь с кем-то в телевидении, а создавать его. То есть должны быть каналы ваши и мои, и мы должны с вами обязательно это все доводить, и это было бы интересно. Я могу помочь, как это все организовать. Вы правы, действительно. Сейчас технологии развиваются очень быстро и есть возможность даже самые маленькие мероприятия повседневную жизнь вашей организации, членов вашей организации освещать. И это делать надо правильно, поэтому это тоже занятие для отдельного человека. Есть такая позиция менеджер социальных сетей. Это человек, которого стоит брать себе в структуру, потому что на каком-то этапе это может заменить телевидение. Для тех видов спорта, для тех мероприятий, у которых статус не такой большой, это отличный выход, это идеальная возможность для того, чтобы повысить статус вашего вида спорта. Для такого вида спорта, как бокс, к сожалению, не к сожалению, а мы обязаны и мы имеем возможность выходить и сотрудничать с самыми большими каналами в Украине. И я думаю, что мы могли бы сделать больше, если бы мы начали заранее организовывать для того, чтобы продать телевизионные права за границу в другие страны. Но для этого надо было раньше договариваться с телепроизводством, понимать, какого уровня будет телепроизводство, сделать так, чтобы это было 100% и не было никаких изменений. После этого с этим телепроизводством идти к каналам, договариваться с каналами, потому что этот канал будет доверять этому телепроизводству и после этого сделать презентацию и продавать права за границу. Немножко отошел от темы, но я о том, что действительно необходимо уделять этому очень много внимания в прямой трансляции на YouTube, в прямой трансляции на Facebook, в социальных сетях в целом, освещение, но пока телевидение все-таки на первом месте и большие каналы, они генераторы больших прибыли, больших доходов потенциально. Спасибо. Друзья, мы продолжаем? Пожалуйста. Всем здравствуйте, я Александр Пустин, школа «Носоколстарс». У меня такой вопрос, что для вас успешное мероприятие, например, по каким показателям вы оцениваете, оно пошло успешно или нет, качество участников, отзывы, прибыль, и если не секрет, по каким показателям оценивают вас как руководителя, вот насколько вы успешно провели этот проект? Очень хороший вопрос. Как я и говорил, цели были установлены, обговорены с руководством и установлены на, к сожалению, не до конца на стадии концепции подачи заявки, больше уже в процессе планирования. В первую очередь, я немного об этом сегодня говорил, но это первое место общекомандное на чемпионате Европы нашей сборной. это отдельный мини-проект, который был я сегодня, о нем не говорил. После этого была, это как бы моя инициатива, это организация высокого уровня телепроизводства и трансляции. У нас был прямой эфир на 2 плюс 2, у нас была трансляция на экспорт от первого до последнего дня всех боев предварительных раундов и нас показывал Олимпийский канал со стадии четвертьфинала. Помимо этого, третьим показателем я могу назвать это освещение турнира в СМИ национальных и международных. Наша пиар-компания была номинирована на престижную европейскую премию, занимался наш пиар и коммуникейшн менеджер была девушка с опытом работы в Федерации бокса, которая сейчас представляет компанию МП и партнера киевская компания. Убедили руководство, что это будет правильный шаг и не прогадали. У меня сейчас передо мной статистики нет, но количество тех статей, которые вышли и здесь, и в международной СМИ, оно было очень высоким. И третий момент это финансовые показатели. Четвертый, да? Четвертый момент это финансовые показатели. Мы смогли провести чемпионат Европы Харьков 17 вдвое дешевле, чем те средства, которые были затрачены на проведение в 2013 году в Киеве чемпионата мира по юниорам. Считаю, что это отличный показатель. Три показателя основных. Естественно, для себя постоянно ставишь задачи на каждом этапе. Это и заполненность арен, и выстраивание отношений с международной ассоциацией. То есть основные я вам назвал. Еще много очень рук. Вот мужчина слева был первым. Вас слушаем. Я Александр написал, а вы знаете, что через полтора месяца появился чемпионат в Лунии. Кто-то об этом не знал, я так понимаю, в календаре он был внесен за благовременно причинам. Как вы сказали, и стал организовываться за полтора месяца. Решение было принято. Проблема была еще и в Европейской Конфедерации. Подача заявок принималась до конца декабря 2016 года. То есть за полгода до проведения самого чемпионата еще принимались заявки. Решение принималось в начале января 2017 года. Сейчас уже как представитель, как менеджер соревнований от Европейской Конфедерации заседания комиссии будут на следующей неделе в Италии комиссия Европейской Конфедерации по соревнованиям будет обсуждать предоставление возможности федерациям подавать заявки заблаговременно за несколько лет до проведения каждого чемпионата. Это мировая практика во всех видах спорта. Так есть у нас в боксе и в европейском боксе, к сожалению, до недавнего времени было немножко по-другому. Мы подали заявку после чемпионата Украины в Харькове. Решение было принято в начале января, поэтому сразу изначально у нас было не так много времени для подготовки. Праздники субъективные, объективные причины мы действительно начали процесс планирования активный и формирование команды гораздо позже чем стоило. Но снова говорю, были объективные причины для этого. Друзья, я понимаю, что перчатки красного цвета и кладмус и бумажка для вас, но у нас общая программа, у нас есть еще спикеры. Давайте последний вопрос, Дмитрий, выбирайте сами руку, чтобы я не мудрил. Извините. Я председатель спортивного клуба иридической национальной академии имени Слава Мудрова. У нас студент Саша в 8-14-14 боев на профессиональном рейне провел, но я вопрос не об этом. Мы внимательно послушали вас доклад и поняли, что организация вышла в финансовом положении на ноги. Если бы вам еще раз дали провести соревнования такой же уровень или те отборочные, которые вы говорили на Олимпиаду, смогли бы вы выйти на какой-то положительный финансовый уровень и сколько бы этого финанса могли бы заработать для проводящих эти соревнования? Спасибо за вопрос. К сожалению, это был далеко не ноль. Естественно, это был далеко не ноль. Ну что, какие ошибки? Но мне хочется верить и я думаю, что если заявка на подобные на подобного рода мероприятия будет подана и одобрена правообладателем за, скажем, полтора-два года до начала мероприятия, я практически уверен, что мы сможем выйти на самоокупаемость в следующий раз. Главное не растратить это наследие, главное сохранить взаимоотношения с стратегическим партнерством за этот период. Не всегда в федерации имеют возможность сохранять то количество людей и тех специалистов, которые задействованы в проектах, поэтому очень важно поддерживать связи и вот как был задан вопрос представлять к специалистам молодых представителей вашей организации для того, чтобы они набирались опыта. Ваши вопрос. Дмитрий принимает решение. интересный был вопрос по поводу KPI, по поводу главных показателей успешности проведения мероприятия. Я, наверное, отдам перчатки Пойдет Хочу пригласить не менее опытного профессионала, но уже в другом виде спорта, в футболе. Прошу встречать руководителя отдела маркетинга и проекта Федерации футбола Латвии Максим Распобов. Добрый день. Я здесь. Да, я, наверное, расскажу на основном в двух словах много о себе, чтобы было понятно, что меня привело в Харьков, помимо работы ежедневной в Федерации футбола Латвии, где, как Юр уже отметил, я отвечаю за, ну, в принципе, изначально за все международные мероприятия, плюс за маркетинг и метеоправа. Также я работаю в UEFA и FIFA. В UEFA я являюсь директором игр, проводил одну игру в среду, которая проходила на этом стадионе. Также FIFA, вот у меня был первый опыт в этом году, проводил чемпионат в возрастной категории 18 в Индии, провел там месяц, ну, в принципе, за 7 лет, которые я работаю уже в UEFA, непосредственно сложилось какое-то представление от футбольной индустрии. Прежде всего, наверное, в спорте я работаю 12 лет, в принципе, непосредственно в Риге. Что такая тема у меня, мы обсуждали с организатором, что лучше, что вам лучше рассказать, что было бы интересно. В принципе, когда я составлял всю презентацию, и те пункты, про которые я сегодня расскажу, они относятся к любой конъюнктуре рынка. То это либо это какие-то экономические показатели, которые идут вниз, либо это, наоборот, какая-то среда или финансовые показатели страны в целом, организации, вида спорта, которые улучшаются. В принципе, ясно, что те пункты, которые я хотел вам рассказать, они могут адаптироваться под любые условия. Просто, естественно, эта среда ухудшается. Я такую больше делаю проекцию на наш рынок, на латвийский рынок, и расскажу в двух словах, что у нас происходит, и почему мы на самом деле сталкиваемся с ухудшающими финансовыми показателями в целом по стране. Может быть, кажется, из страны, что Евросоюз, финансирование с Брюсселя и так далее, и тому подобное, это все так позитивно, и это должен давать долчок, какой-то позитивный долчок к развитию спорта и в целом индустрии, и в целом к развитию жизни в стране. Не всегда это так. Плюс Харьков для меня такой достаточно родной, чтобы я сказал город. Я начинал свою карьеру именно в Уэфа 7 лет назад, провел сезон с харьковским металлистом. Тот сезон, когда они играют, это в финале Лиги Европы, поэтому у меня такие приятные всегда воспоминания, я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь, поэтому очень тоже рад видеть всех вас, кто по-программ составит у нас в Латвии всего по спорту, чтобы людей не занимаются, сколько здесь у вас собралось. Четыре пункта таких, которые я хотел в своей презентации непосредственно осветить. Есть такой как бы цикл, наверное, спортивной организации, будь это футбол или любой другой вид спорта, что необходимо, чтобы в принципе, ну давайте на чистоту, что нам надо, чтобы вид спорта или любая спортивная организация развивалась и каким-то образом развивала, в принципе, самая главная, наверное, цель любого нашего организации деятельности – это развивать свой вид спорта. Это нужны, в первую очередь, мотивированные люди, я уверен, что во главе всего, в любой организации деятельности прогресса всегда стоит человек, стоит человек, который должен быть мотивирован. Я уверен, что все здесь присутствующие более чем мотивированы, чтобы работать в спорте, уже много примеров приводилось те организации, те мероприятия, которые здесь проводятся, которые будут здесь проводиться. У меня тоже очень позитивный опыт с людьми, которые именно в вашем городе организуют матч Лиги, чемпионок Лиги Европы. Я здесь работал, провел полтора месяца в известной гостинице «Мир», проводя чемпионат Европы по футболу, то есть действительно та ответственность, тот подход, который у вас здесь присутствует, он не может меня радовать. Поэтому действительно, как предыдущий спикер говорил, вы умеете проводить мероприятия. Но я еще раз повторю, человек стоит в основе всего. Ясно, нужны денежные средства. Нужны денежные средства, это уже никому не секрет, потому что мотивация, я не считаю, что мотивация всегда основана на только зарплате, финансовых доходах и т.д. Это не так, но это одна из важных составляющих, поэтому привлечение денежных средств, будь то меценат, будь то спонсорство, будь то продажи медиаправ, что в футболе очень актуально, но все темы, которые поднимались даже здесь, насчет контента, насчет содержания, насчет создания ТВ-картинки, это очень важно. И действительно, в наше время только основываться на телевизионную продукцию, которую возможно осваивать и, в принципе, показывать по телевидению, это не всегда правильный подход. Потому что на самом деле телевидение, у них есть всегда какие-то стандарты, которым надо, сурово говоря, подгонять эту трансляцию, сделать продакшн, то есть делать продукт такого качества, который иногда требует телевидения, что иногда те затраты, которые надо на это тратить, они не всегда адекватны, вы никогда не сможете привлечь просто средства и отбить эти затраты на рекламу. Но в наше время, действительно, в социальной сети, YouTube, live-стриминг и так далее и тому подобное, создать контент и выйти на эту аудиторию, и всегда необходимо, допустим, чтобы он показывался на футбол 1, футбол 2, на плюсах и так далее и тому подобное. То есть дойти до своей аудитории можно и к другому. Человеческие ресурсы, как я сказал, но и коммуникация. Коммуникация в наше время есть море разных видов, каналов и так далее и тому подобное, которые не всегда на самом деле требуют больших денежных затрат. В принципе, есть очень много вариантов, то есть каким образом донести информацию до, что самое главное, то самое главное, чтобы вы определили, какая ваша целевая аудитория. Если у вас есть какой-то продукт, какое-то мероприятие, футболка клуба, твой трансляции, вам надо понимать, на кого вам надо выходить. Не надо это делать всем, то есть если вы будете доносить до аудитории, которая в таком многомиллионном городе, как, допустим, Харьков, ну, половину их не будет воспринимать, в принципе, отдачи никакой не будет. Поэтому хотел бы тоже в двух словах обрисовать, как мы, не только мы, в принципе, и футбол, и все остальные виды спорта, какие опыты их используют. Прежде всего у вас может быть вопрос, что он нам рассказывает, что он нам рассказывает, ФИФА, ВИФА работает, на точно 17 проблем нет. Ну, вот там один логотип, который ко мне относится, который относится к федерации футбол Латвии, но там не все так хорошо. То есть в двух словах опять же от нашего рынка. И почему у нас существуют проблемы, то есть я работаю 12 лет, и когда я приходил, там, все говорят, получается, 5-й, 5-й год, в 4-м году играли на чемпионате Европы, в Португалии, сыграли с Германией, ничего, все в шоколаде, все отлично, на самом деле, спонсоры приходят на поклон, сколько вам дать здесь, сколько вам здесь. Но вот что у нас не получилось, на самом деле, что сохранить какую-то, как, кстати, Дмитрий рассказывал, как это называется на английском, legacy, или, в принципе, наследство всего этого мероприятия. Потому что, что самое главное, какой-то, когда дает толчок, да, допустим, футбол, как непосредственно в Латвии, если мы берем со стороны участие, сколько детишек играют, сколько людей следят за футболом и так далее, и тому подобное, несомненно, спорт номер один в стране. Но, с другой стороны, если мы смотрим спортивные достижения, наверное, слышали и про баскетбол, и про хоккей-шаби, который, в принципе, исторический вид спорта, более популярный в нашей стране, ясно, что та аудитория, которая у них есть, она намного уже. Вот, работаясь над коммуникацией, как я уже говорил, чтобы непосредственно вот этот вид большой, масштабную аудиторию привлечь, какими-то коммерциализациями, так скажем, и преподнести это все спонсору на блюдечке, и почему им интересно было бы складывать в такой глобальный вид спорта, как футбол, не всегда получается. Поэтому, в двух словах, допустим, какая проблема в нашей стране, допустим, рынок, на это не сравнить. Украина рынок намного больше, даже в плане демографии, то есть у нас живет намного больше людей, там аудитория, рынок намного шире. У нас другая ситуация, самые две главные проблемы, допустим, если мы берем коммерческие точки зрения, это, естественно, демография, которая у нас в атомном положении, потому что то, что я говорил, Европа, это все хорошо, но что открылось для нас, когда мы ставили Европейский Союз, это открытие границ рынка труда. То есть рынка труда в том плане, что у нас в стране в год выезжает около 50 тысяч людей. Наверное, в плане, там, в вашем рынке это не так масштабно, для нас 50 тысяч людей, где сейчас живет в стране миллион девятьсот, но это город, город в год уже, то есть на самом деле, и это продолжается уже последние десять лет. Сначала открыли рынок Великобритании, потом открыли рынок Германии и так далее и тому подобное. Естественно, что специалисты у нас хорошие, эти финансовые, там мотивация один из факторов, которые я уже говорил, финансовоставляющие, но до сих пор важны. Каким образом это все перекладывается на спонсорское привлечение средств? Тем образом, что большие глобальные компании, которые вкладывают деньги в спорт, в каждой стране есть представительство, и Финдайк, и Кока-Кола, и Пепси, и так далее и тому подобное, они просто закрывают региональные маркетинговые направления. В стране больше не существует в Н-ной компании просто человека по маркетингу, который непосредственно рассматривает предложения, рассматривает рынок, потому что все происходит в глобальном масштабе, особенно на европейском рынке. Допустим, Карлсбор, который был нашим спонсором 5-6 лет назад, ему куда-то пора еще подписать контракт с УИПА, который непосредственно ему дает варианты потом каким-то образом активизироваться на каждом рынке. В принципе, ты сохраняешь деньги, которые тебе надо в принципе тратить на человеческие ресурсы, но при этом отдача получается абсолютно такая же. То есть очень сложно найти людей, которые непосредственно, во-первых, а понимают спорт, и б, которые могут распределять какие-то денежные потоки. Поэтому суть такая, что проходит очень большое время, пока ты дойдешь до человека X, который непосредственно принимает решения. Если ты, допустим, работаешь на польском рынке, что к нам близко, или скандинавском и так далее, и тому подобное, да, у них человек, который сидит в их стране, отвечает за их рынок. За наш рынок практически никто не отвечает, поэтому когда они посмотрят там Польша, Скандинавия, а Латвия, да, у нас там на самом деле продажи несравнимые, поэтому через спорт активироваться не так лучше, не так хорошо, так скажем. Такой цикл, который я здесь на экране привел, что в принципе все начинается, тут можно начинать на самом деле с любой ищейки, с любого четвертинки, так скажем, но последние такие тренды говорят о том, что анализ вашего вида спорта и вашей организации – это то, с чего надо начинать в том плане, если вы хотите привлекать какие-то средства со спонсором. Буквально на прошлой неделе был Ларшаве, там мы фару устраивали такой семьюнан для всех федераций, непосредственно, то есть какие виды, что такое новый тренд, новые тенденции в спорте, чтобы непосредственно на вас обращали внимание потенциальные инвесторы. Многие федерации открывают у себя такие центры интеллигенции, интеллигенции, что-то вроде это на английском языке называется, я не в принципе делаю исследование. Делаю исследование о вашей репутации, делают исследование о ваших потребителях. Не всегда приятно называть на самом деле болельщиков потребителями, но если мы говорим о коммерциализации и привлечении стресс, то ясно, что потребитель – главный в любом спортивном мероприятии. Что вы можете предоставить, допустим, потенциальным вашим клиентам и болельщикам? Ясно, что сейчас это уже не секрет, это уже сто лет назад понятно, что спорт – это составляющая развлекательность вида бизнеса. Мы сейчас конкурируем, нет с другим, футбол не конкурирует банально с боксом, который параллельно делает какое-то мероприятие, и там человек выбирает, какие эмоции он хочет больше получить, потому что у меня был опыт учения, в Англии они всегда говорят, что мы продаем болельщикам страдания, потому что в футбол, по ясно, когда ты приходишь, когда команда проигрывается, это страдания, но если что говорить англичанам, которые страдают с футболом, они знают, что там самозахистанное на самом деле. Но суть в том, что кино, картинг, не знаю, так далее и тому подобное – это все составляющие индустрии развлечений, с которыми мы непосредственно сейчас конкурируем. И приходя к потенциальному партнеру, он нас спросит, а кто? И кажется, этот вопрос достаточно банально. Ну как думать? Мы пламетонные, у нас есть детишки, у нас есть инфраструктура, у нас столько-то и столько-то людей. Вопрос будет в том, сколько ваших детей. У каждой компании есть своя потенциальная аудитория. Мы продаем кока-колу, не знаю, наши потенциальные аудитории или целевая аудитория, это лучше назвать. Молодые люди с 17-24, которые формируют какую-то ценность и, так сказать, жизни, которые они потом используют, не знаю, сколько-то лет, чтобы покупать их продукцию. И вам надо показать, что через вас, через ваш вид спорта, через вашу организацию, это будет прямой контакт с этими людьми. Следующий вопрос будет, каким образом вы с этими людьми, через ваш вид спорта, вы будете коммуницировать. Вы скажете, ну у нас есть мероприятие, мы там собираемся, вы можете свой панель поставить, если будет вечером, как мы с вами коммуницировали, у нас поддерживаете, отлично. Нет. Это больше не работает, им нужна непосредственно прямая контакт. У вас есть социальные сети, отлично, вы можете там с аудиторией поговорить, пригласить, предложить и так далее и тому подобное. Если у вас есть прямой маркетинг, так скажем, база данных, которые вы используете, чтобы посылать совместные предложения, чтобы присылать предложения покупки какого-то мерчендайзинга, и чтобы у вас есть возможности коммуницировать по билетам продажам, это все инструменты, которые необходимы в наше время, чтобы привлекать потенциальных инвесторов, но непосредственно, чтобы эту всю информацию собрать, вам надо делать анализ. Анализ исследований не только вашей аудитории, как рынок относится к вашему руководству. Зачастую бывает, что великолепная команда профессионалов работает, организовывает, развивает вид спорта, но один человек стоит во главе, которого не воспринимает общество, у которого есть какой-то бэкграунд, у которого делают какие-то вещи, которые, в принципе, к спорту никакого отношения не имеют, но он делает репутацию всего того, чем вы занимаетесь. То есть, в принципе, этих исследований, маркетинговые исследования и так далее и тому подобное. Но главная тема, которую я заявил на этом мероприятие, то, что если у вас нет денег, потому что эти маркетинговые исследования, есть много очень инструментов, как собирать всю эту информацию, но они стоят достаточно больших денежных средств. Это можно делать банально через социальные сети, опросы мероприятий и так далее и тому подобное, чтобы собрать эту базу. Тогда приходят на переговоры, презентации и так далее и тому подобное. Вы будете предоставлять не какой-то там тычок в небо, на самом деле, что мы спорт, нам хорошо, мы развиваем детскую культуру, убираем детей с улиц и так далее и тому подобное. Вы будете оперировать данные, оперировать данные, сколько людей, какая инфраструктура, как вы можете повлиять с вашим брендом, с вашим производством и так далее и тому подобное, каким образом это все будет взаимодействовать. Поэтому, например, вы были там со шведами. Шведы делают такой анализ каждые полгода. Они делают на репутацию, они делают на свой бренд, они делают на развитие людей, сколько людей приходит, спорт уходит, в каком возрасте и так далее и тому подобное. Это, в принципе, помогает не только для того, чтобы привлечь спонсоров, это помогает, в первую очередь, чтобы ставить цели, чтобы ставить цели, стратегии и так далее и тому подобное. Поэтому этот анализ очень-очень коррелирует и пересекается непосредственно с финансами, с человеческими ресурсами. Тут больше я, на самом деле, хотел сказать то, с чего я начинал, человеку, главе всего, нужны мотивированные люди. К сожалению, у меня такой, не скажу, что самый позитивный опыт, но такой, так сказать, половинчатый опыт с людьми, которые работают как профессионалы, которые идут из другой индустрии, из коммерциализации, из каких-то мероприятий, которые не связаны со спортом. Ну, в принципе, мое мнение. Если человек не является болельщиком этого вида спорта и не чувствует как бы с душой непосредственно того, чем он занимается, то не всегда это дает результат. Он может быть суперпрофессионалом в продажах, он может быть суперпрофессионалом в организации мероприятий, но если он не чувствует, в принципе, корреляции, вот этого притяжения, этого вида спорта, то это не работает. То есть я слышу, что это феноменально тяжело на те людей, которые понимают вид спорта, но при этом умеют делать какие-то другие вещи, но вот это надо пытаться делать. А не коммуникация. Как я уже говорил, коммуникация в наше время, если раньше мы жили в дефицит, ну, во время, в дефицит информации, сейчас это абсолютно под рукой. Информация, которая падает на нас, и ее столько много, что она нам не нужна. Но нам не надо столько информации, которая у нас сыпется, не говоря уже в телевизионных каналах, там, заканчивая социальными сетями, сетями и так далее. Нам надо каким-то образом ее фильтровать. Поэтому когда вы... У нас был так и тоже негативный опыт. Коммуникация очень... Если у вас какие-то денежные ресурсы недоступны, они очень хорошо используются в ваших партнерах. У вас есть, допустим, партнер, который заявляет в телекоммуникационной компанией, у которой, естественно, аудитория намного шире может быть, чем у вас, потому что, допустим, у нас в стране, не знаю, два оператора, которые делят там... У каждого оператора есть миллион клиентов, но, конечно, на них можно выйти сразу с какой-то информацией, продажей билеты, промо-коды и так далее и тому подобное. Но если вы будете посылать это всем, всему этому миллиону, эффект будет обратно. Эффект будет, на самом деле, ну, негативный, если честно, потому что из этого миллиона 700-700 тысяч, на самом деле, не интересуются вашим продуктом. И тогда в следующий раз вы будете посылать то же самое, но это будет восприниматься там, как, на английском говорят, спам, если никому уже не интересно. Но если вы сможете, допустим, вытянуть из этого миллиона ту аудиторию, которая является вашей целью аудитории, которая посещала ваши мероприятия, которая, там, не знаю, в социальных сетях отметила вашу страницу лайков, которая каким-то образом следит за информацией на вашем сайте и так далее и тому подобное, вы можете выйти непосредственно на них с какой-то предложением, это будет эффект абсолютно другой. Такое английское слово engagement, это часто бывает, когда у вас есть, не знаю, страница в социальной сети, у вас есть миллион подписчиков, которые вы, там, не знаю, какие добрые, там, искусственные путем потянули, но engagement, там, лайки, шеви и так далее и тому подобное, абсолютно минимальное, потому что, по сути, все равно какая информация у вас появляется. У вас, допустим, не миллиона две тысячи, а из них тысячи, допустим, каждый раз комментируют, каждый раз делятся и так далее и тому подобное, это тот эффект, который нужен и вам, и спонсорам, потому что тогда из этой тысячи пятьсот купит билет, а из того миллиона даже половина, знаете, пятьсот не прочитают какую-то информацию, которую вы хотите, там, в принципе, которую вы хотите, там, внести, да. Анализы, исследования, как я уже говорил, они могут быть абсолютно различными. Есть море маркетинговых компаний, которые предоставляют эти услуги, но, естественно, они стоят какое-то определенное вознаграждение и не всегда та отдача, которую вы получите, она будет настолько эффективна. Поэтому используйте абсолютно ваши каналы, используйте людей, которые вы можете привлечь в море мероприятий, допустим, я так понимаю, в Харькове происходит, в которых я тоже слышал. Волонтеры и так далее и тому подобное могут собирать информацию, те, кто посещает. Это будет интересно не только там спонсорам и так далее и тому подобное, это будет интересно вам, как организаторам, чтобы понять, что лучше сделать, каким образом организовать по-другому, чтобы просто то качество было чуть-чуть, но выше. В принципе, мы это используем, у нас тоже опять нету таких больших ресурсов. Ясно, что и FIFA делают широкие маркетинговые исследования после каждого мероприятия. Для них это надо, для них это надо, потому что те спонсоры, те медиапомпании, которые платят деньги, там это все в принципе рассчитывается на миллионах, миллиардах, то есть им просто какую-то сухую информацию недостаточно. Но есть абсолютно разные вещи, что можно, чего можно достичь этими исследованиями, в первую очередь отслеживать вашу депутацию. Это феноменально важно, потому что первое, что в футболе, как раз на самом деле такой пример, не знаю, работает федерация, работает отлично, развивает детский, юношеский спорт, развивает свои соревнования. Есть параллельные лиги, в которых происходит какой-то бардак. Это все каким-то образом пересекается и является зеркальным отражением всего спорта. Поэтому вам надо необходимо отслеживать, какой продукт может быть в данный момент такой простой тень, как бы на всю индустрию, допустим. Просто так это не всегда понятно, не всегда понятно и не так легко отследить. Если вы будете привлекать каких-то людей, анализ делать всего этого, тогда ясно, что это проще. Цели. Ставить цель, был хороший вопрос, допустим, насчет того, какие KPI, что, допустим, важно при проведении, мне кажется, любого мероприятия, не только мероприятия, в принципе, для деятельности любой компании, это ставить цель, допустим. Стратегия – это то, что актуально для спонсоров, в том числе. Я сейчас поговорю немножко позже про это, но цель должна быть всегда. Должна быть цель организации, цель мероприятия, цель коммуникации и так далее и тому подобное. Это, в принципе, является составляющей любой стратегии. Стратегия в нынешнем мире – это первое, о чем вас спросят любой потенциальный инвестор. В чем ваш план? Вы сейчас здесь, где вы хотите быть? Через 5, 10, 15 лет. Поэтому, если вы скажете, вы хотите организовать еще 5 мероприятий, нет, вы хотите организовать с таким-то качеством, чтобы было столько-то участников, чтобы было какой-то взнос и так далее и тому подобное, чтобы вы видели, кем вы хотите быть через 5, 6, 7, 8 лет и что надо от этого спонсора, чтобы достичь этого результата. Спонсор, что ясно, что спонсорского, спонсор Атлантийского, мне кажется, это, насколько я помню, это именно та организация, тот человек, который дает вам денежные средства. Все то, что здесь упомянуто на слайде, реклама, визуальные материалы, билеты, приглашения, спортсмены, телевидение, это все отлично, это существовало всегда, это существует сейчас, но это абсолютно не главное, с чем вы придете к потенциальным инвесторам. Если вы, конечно, не организуете чем-то, например, по футболу или что-то вроде, где, в принципе, ассоциация действительно очень важна. Что сейчас актуально? Я немножко уже упомянул, и, мне кажется, что Дмитрий тоже говорил. Первое, чем я спросил, кто вы, какая у вас стратегия, что вы хотите добиться, где вы сейчас, и где вы хотите быть. Это необходимо не просто даже иногда часто в устной форме рассказать, это это просто. Сейчас любая организация, в принципе, на европейском, мировом масштабе, на любом масштабе, у них есть брошюрка, где они указывают, где они сейчас. У нас там, не знаю, 15 тысяч занимаются футболом, через 15 лет такими-то инструментами мы достигнем 30 тысяч. То есть план во главе всего, во главе всего стратегия, подход, это то, что необходимо сейчас в начале любой презентации, в начале любого диалога с специальным инвестором. Ясно, что спорт, любая спортивная организация, любой организации, которая, в которой есть составляющая детского и юношского, спорт и так далее, и тому подобное, несет социальную функцию. Что государственные структуры, что любой инвестор, любой спонсор, он всегда, это будет всегда такая ягодка на торте, что социальная функция, у многих компаний есть феноменальный бюджет на так называемые CSR, то есть corporate responsibility, политика или программа, но в принципе то, что они должны давать обратно обществу. Они зарабатывают на нас, но они хотят отдавать что-то обратно. И спорт, это в принципе идеальная платформа для этого. Идеальная платформа, потому что у вас есть инструменты, у вас есть инфраструктура, у вас есть все то, что им не надо создавать самим. То есть какие-то кросс-кромы и так далее и тому подобное, чтобы привлечь детей, чтобы вывести детей с улицы, чтобы они были заняты и заняты позитивными вещами как спорт. Это всегда работает. Поверьте мне, сейчас, допустим, нам, Влада, со всей этой конъюнктурой рынка, про которую я говорил, намного проще привлечь спонсоров под детские мероприятия, чем под, не знаю, национальную сборную или что-то вроде. Потому что там эта социальная составляющая намного сильнее, чем в профессиональном зачистую спорте. Спонсорам нужна аудитория. Им нужна аудитория, им нужны, ну, совсем банально говоря, им нужны клиенты. Им нужны новые клиенты и спорт это то, что может им дать. Потому что спорт всегда связан с эмоциями. Да, иногда часто бывает, что ты сталкиваешься с компанией, которая говорит, что мы не работаем с организациями, в которых возможно или мероприятиями, кто возможно травм или что-то в этом роде. Действительно такое бывает. Но те эмоции, которые может дать спорт, не даст ничего. В принципе, когда мы летим в театр, вы знаете, вы можете знать сценарий. Вы идете в кино, вы тоже можете знать сценарий. В принципе, понимаете, как что закончится. Спорт это зачастую не так. Да, всегда можно сказать, что в спорте важен результат. Без вопросов. И, естественно, спонсоров всегда привлечивая, если этот результат есть. Но любой маркетолог, он скажет, ни одну политику, ни одну стратегию маркетинга нельзя ставить в голове, нельзя в ее голове ставить результат. Потому что, ну, он не прогнозирует. То есть, мы не всегда можем прогнозировать победу и поражение и так далее. и так далее. Но надо быть всегда готовым к успеху. То есть, если вы начнете думать, как привлечь спонсоры, спонсоры, деньги от медиаправа, тогда, когда вы выиграете, это поздно. У вас должен быть план на любую ситуацию. И тогда уже, когда непосредственно, слава богу, вы достигли какого-то результата, эти инструменты должны быстро работать. Они должны быть быстро работой, привлекать деньги и так далее. и так далее. Был очень негативный кейс-стадий, который сейчас используется часто в университетах. Футбольная клуба «Лицк», когда они играли лет, наверное, 15 или 10 назад в лиге чемпионок, и их стратегии, их финансовый бюджет был, в финансовом бюджете были заложены призовые от участия в четвертьфинале лиги чемпионов, если правильно помню, куда-нибудь выходили два года подряд. Они не вышли туда, клуба «Болкросинс», они не в 15 лет не могут выйти с третьего лиги, второго, мне кажется, сейчас дивизион. Кейс-стадий, который нельзя ставить во главе всего результат, потому что, к сожалению, при всех благоприятных или неблагоприятных условиях его можно достичь. Имидж. Ясно, что если спортивная организация, та репутация, про которую мы только что провели исследование, позитивная. Любой спонсор, который может быть заниматься не такой социальной ответственной деятельностью, хочет свой имидж улучшить, и всегда спорт это то, через что, делая корреляцию такой небольшой мостик социальной функции всегда это можно улучшить. Плюс активизация. Я не знаю, как на Украине у нас спонсоры, если честно, очень тугие на какие-то активизации. То есть, либо у них не хватает ресурсов, либо не хватает идей и так далее и тому подобное. Вам надо понимать, что зачастую вашему коммерческому отделу или человеку, который занимается коммерческими вопросами, приходится быть такой, как рекламная агентура, которая предлагает, каким образом через спорт можно делать разные активации и так далее и тому подобное. У ИФА как раз это делал достаточно успешно, мы часто берем от них опыт. У них очень много есть программ на любой лиге на игре или не чемпионов, даже у которых была в среду, у каждого спонсора, там есть 9 партнеров в ИФА, у них есть какие-то возможности активизации. Допустим, мастер-карт представляет детишек, у которого будет команда на поле. Если не ошибаюсь, у Хайники, но те, те, которые трясут центральный баннер с лиги чемпионов. То есть, через эти программы они активизируют какие-то свои, допустим, планы по маркетингу, не знаю, какие-то акции по привлечению детишек, чтобы они могли вывести команды. У мастер-карда есть акция, что каждый судья после игры подписывает желтую и красную карточку своим именем, игрой, после этого разыгрывать социальные сети и так далее и тому подобное. То есть, те вещи, которые нам, как организаторам спорта, кажутся абсолютно банальны, ну, этих карточек у меня может быть море. Для аудитории, которая интересуется вашим видом спорта, это та начинка, которая на любой человек не может попасть. Они не могут, любой человек с улицы не может, не знаю, своего сына, дочку поставить там с мировой звездой, которая выйдет на поле и потом это покажет и это увидит миллионы людей по всему миру. Нам кажется, это банально, потому что мы там же стоим. Мы стоим рядом в этом туннеле, мы также выходим на поле, мы организуем ТТП. Для них, для людей, которые интересуются этим видом спорта, это где-то там. Поэтому, допустим, многие спонсоры это используют и действительно используют очень позитивно. Поэтому у каждого у Адидаса есть там, нащипать меры, как раз, где Винди был, они выбирали ребенка, который выходил и нес мяч перед игрой и стоял судьбой во время гимн стран. То есть, этих активизаций может быть очень много и тогда спонсоры будут довольны и что главное, они вам будут деньги, на самом деле, потому что, к сожалению, в наше время это без этого никуда. меценасты, это, наверное, в принципе, тоже спонсорство и не всегда это на самом деле может быть в Европе работать, потому что там всегда нужна идея и так далее и тому подобное. Но часто бывают люди, которые вышли из этого вида спорта, они заработали какие-то деньги, наверное, это там целевая аудитория для вас, чтобы каким-то образом увеличить свой бюджет. Ясно, что для мецената это в первую очередь это азарт человеку. Часто говорят, да, там, Брамовича игрушка Челси, ярославской был металлист, и так, чтобы у него получилось появился азарт. Все покаты люди, они каким-то образом азартные, поэтому надо указать об этом. Это идея, то, что я говорил, стратегия, планы и так далее и тому подобное. Если вы придете, скажите, не знаю, с текстом купите мой футбольный клуб, а что, что, какая у вас идея, играть лиги чемпионов или быть центром развития молодежного спорта или построить новый стадион, покажите, что вы хотите достичь привлечения финансов. Часто это ностальгия, на самом деле. Человек играл в этот вид спорта, он хочет быть ближе к этому виду спорта и сам как спортсмен, может быть, он уже не так активен, но при этом он хочет быть рядом, быть к полю ближе, быть рядом с спортсменами и ностальгия иногда работать. Плюс контакты, естественно, через футбол можно получить очень много разных контактов в бизнесе. Это уже, мне кажется, такая аксиома. Не знаю, работа в футболе и не привлекает, не являя спонсором, у меня там была возможность с Ангелом я встретил, или что-то в этом роде. Мне это абсолютно не надо. Но люди, которые в бизнесе и которые привлекают спонсоров, для них это может быть актуально, потому что это можно реализовать какие-то свои бизнес-проекты. Плюс лобби, естественно. Опять же, еще раз говорю, спорт несет мега социальную функцию. Зачастую эта социальная функция это то, что государство очень важно, это то, для чего они привлекаются частых инвесторов и зачастую, ясно, через это ты можешь получить опять же какой-то лобби для своего деятельности, для своего рода занятий. Государственное финансирование, я так понимаю, что тоже много есть представителей государственных структур. Ясно, что если вы идете к мэрию, к областную, к парламенту, к депутатам и так далее, и тому подобное, первое, что вам нужно давить, то есть, у меня, в моем опыте, у нас там в Латвии, наверное, финансирование государственного, мягко говоря, не очень, на высоком уровне. Это социальная функция, сто раз уже об этом говорил, но государство надо понимать, что спорт это тот инструмент, который поможет убрать детей с улиц, пропагандировать здоровый образ жизни, зачастую спорт также дает рабочие места и что не очень, немаловажно, на самом деле, особенно в наше время, то спорт в принципе прививает патриотизм, то есть, любой спортсмен, не только спортсмен, все мы, которые организуют спортивные мероприятия, которые являются, в принципе, мы, послами своей страны, потому что мы на передовой в плане международных связей к нам ездят гости, мы ездим на международные соревнования и поэтому патриотизм, что ты представляешь твою страну, мне кажется, мягко говоря, немаловажно. Плюс инфраструктура, естественно, инфраструктура, многие объекты, которые построены, которые используются ежедневно для социальной функции, они также предоспорожены для профессионального спорта и они используются параллельно. поэтому и такое небольшое тоже у нас, допустим, в Риге сейчас очень актуально, допустим, строительство различных площадок для детей в центре города, где есть, в принципе, составляющая профессионального спорта. Не знаю, баскетбольные площадки, теннисные корты, футбольные поля с искусственным покрытием, и т.д. Это все пропагандируют как социальный образ жизни, в принципе, здоровый образ жизни, но это также пропагандирует ваш вид спорта, потому что все дети, ну, они начинают, по крайней мере, я начинал в дворе, поэтому если он при дворе, у него есть условия, у него есть потом из этих условий рождается желание, тогда отлично, тогда это непосредственно, как сказать, не знаю, мы сможем поймать двух зайцев и каким-то образом развить ваш вид спорта, плюс пропагандировать все эти социальные функции, на которые вы можете получить, опять же, финансирование с государственных структур, потому что, в конце концов, опять же, это никакая там не новость для всех, те, кто у власти, им нужны избиратели, если они избиратели покажут, что за то время, когда они у руля, так скажем, могут улучшить составляющую для детей, для нового поколения и так далее, и тому подобное, но ясно, что эти избиратели не уменьшатся, как минимум, но, может быть, и пополнятся до следующих, как это не часто бывает, выборов, главное, чтобы не мотивация, так сказать, осталась, чтобы это делать постоянно. Боленщики, я как-то отнес все время в коммерческом составляющем, на всяких семинарах, как я называют их клиентами, у меня до сих пор как-то язык не бывает, чем с полейчиком называть клиентами, потому что у нас все-таки не то же самое. Одно дело, это клиент банка, когда вы взяли устроение необходимости перевести деньги, другое дело, это человек, который тратит свое время, вкладывает свою душу, поддерживает свою команду, и так далее, и тому подобное. Ну, естественно, что на них можно делать деньги, и что вы можете в первую очередь продавать, это я еще раз говорю, это эмоции, эмоции, которые в любой другой в принципе индустрии не подвластны, то есть то, что можно получить, абсолютно любой спорт, будь ты спортивный, спортивный, судья, болельщик, если зачастую это все пересекается, ты можешь судить вчера, завтра ты на трибуне, те эмоции, которые можно преподнести через спорт и продать, ну, это в принципе не сопоставимо ни с чем никаким. Ассоциация часто, что ты гол, то, что ты поддерживаешь, металлист, шахтер, киевская динамо и так далее, и тому подобное. Это твой образ жизни, и поэтому ассоциация с успешным и не всегда успешным спортивным организацией, это дает, это то, что опять же можно преподносить сервис, то, что мы, как раз там Дмитрий рассказал, организация мероприятий, там море мелочей, абсолютно море мелочей, начиная с туалетной бумагой в туалетах, заканчивая с недостаточно горячими хот-догами для болельщиков, это все выливается в поток критики и в дальнейшем, допустим, недопосещении ваших мероприятий. Поэтому действительно мелочей в спорте нет и не только на площадке, но также и непосредственно в организации. Ну и, в принципе, да, имидж зачастую это модный тренд, так сказать, посещать какие-то игры, не только Лиги Чемпионов, там, будет еще там по боксу, или еще вот другое. Это, в принципе, имиджи в мероприятиях, которые зачастую очень-очень важно. И поэтому это один из видов тоже, каким образом можно привлекать больничных, каким образом продавать им мерчендайзик, продавать им билеты и так далее и тому подобное. Человеческие ресурсы, опять же, возвращаясь к главной теме моего выступления насчет неблагоприятной экономической среде. Если у вас на Украине сложно привлечь кадры, которые качественно выполняют свою работу, поверьте, у нас это еще сложнее. Поэтому, по-моему, пять лет назад мы запустили волонтерскую программу у нас в федерации, к чему был очень скептически на самом деле настроен изначально. Мне казалось, что у нас в стране люди не за вознаграждение, а тем более денежные, но они не будут работать, они будут пополнять работу качественную, чтобы непосредственно качественное мероприятие улучшалось. Я был поражен, в принципе, приятно, что мы, ясно, что у нас другие масштабы, но на игру национальной сборной мы всегда прибыли на 40-50 человек, которые абсолютно делают феноменальный вклад в организации мероприятий и зачастую это делают лучше, чем те работники, которые оплачиваются. Потому что, опять же, они мотивированы, они ответственны, они обучаемы, мы часто работаем, почему там студенты упомянуты, работаем с высшими школами, с университетами, с академиями, чтобы, а, то есть привлечь их, естественно, без оплаты, но при этом они могли каким-то образом получать опыт и потом его использовать в профессиональной деятельности. У нас много работников, которые сейчас являются уже непосредственно работниками на полной основе с оплатой, которые вышли за волонтеров. Потому что, ну, ты видишь, что человек мотивирован, ты видишь, что он обучаем, что у него нет знаний, он еще учится в университете, и, конечно, это хороший кадр. Потому что из нас, у нас после окончания высшего учебного заведения 70% уезжают за границу, поэтому 30% тебе надо врывать оттуда кадры. Поэтому лучше начинать обучать, когда они еще на той ступени, когда они еще не решили куда-то уехать или заниматься чем-то другим. А зачастую они феноменально генерируют идеи, мир сейчас так меняется, на самом деле, особенно в каких-то технологиях, что ты просто не отслеживаешь, каким образом можно преподнести информацию, какие инструменты лучше использовать. И ясно, что молодежь это делает очень ответственно. Но иногда они, на самом деле, чересчур активны. Иногда их надо притормозить тоже. Поэтому опытное руководство в этом плане очень важно, поэтому волонтеров никогда нельзя пускать на самотек, поэтому их надо обучать, рекрутинг должен быть, то есть их найм достаточно профессиональный. Естественно, там необходима должна быть какая-то градация, то есть должны быть старшие волонтеры, есть какие-то помощники и так далее, и тому подобное, как в принципе в любом, что касается человеческих историй, надо к этому подходить достаточно ответственно. Поэтому опытное руководство, которые, такие как мы с вами, которые это делают ежедневно, которое может указать, где можно быть чуть-чуть более активным, где менее, всегда, в принципе, кровью ходят. И последнее, по поводу стратегии, по поводу стратегии в наше время социальные сети и так далее, и тому подобное, еще раз, то, с чего я начинал, поток той информации, которая на нас буквально обрушивается сейчас, но нам это не надо, на самом деле. Поэтому даже все Facebook, Instagram, они делают достаточно много аппликации и, в принципе, делают такие, в принципе, используют разные алгоритмы для того, чтобы каким-то образом фильтровать информацию, которая у нас падает. Потому что, если мы это сами будем делать, то мы там, это все потеряет актуальность, мы просто на них будем заходить. Потому что нам не надо столько много информации. Поэтому мое мнение, на самом деле, опять же, в любой коммуникации, в любой подход очень важно в стратегическое значение. Сколько раз вы будете ставить какие-то посты на Facebook? Вы это будете делать 15 раз, но тогда, допустим, когда важные информации, которые вы хотите внести, она просто потеряется в этом океане. Сейчас такая тенденция, допустим, тот же UEFA или даже мы в Латвии, пытаемся разделить в потоке. Если у вас есть один общий Facebook-аккаунт на все ваши мероприятия, где вы делаете пост про 15 игр молодежного состава, потом делаете еще 20 по национальной сборной и 1 по первой лиге, которая вам в данный момент более интересна, все это потеряется. Все это потеряется, поэтому сейчас лучше сделать три разных, в мое мнение, три разных, аккаунты или три разных странички, так скажем, у каждой, в которой будет своя целевая аудитория. Да, ее будет меньше, чем если мы будем делать такую общую, но зато она будет намного более активной. Поэтому дальше у вас будет возможность сделать различные кросс-бромы, то есть сделать репосты разных страниц, чтобы они были более актуальными, но опять же, у них у каждой будет своя целевая аудитория, поэтому даже когда вы будете говорить со своим спонсором, он скажет, что у нас есть там 15 тысяч, из них 10 тысяч, всегда реагируют на ту информацию, когда мы преподносим. Для них это будет огромнейший аргумент, что каким-то образом профинансировать вашу деятельность. Но, что мне кажется до сих пор важно, и это будет в тренде все больше и больше, оффлайн-коммуникация, которая сейчас теряется. Я не говорю про газеты или что-то в этом роде, но про физический контакт, спортсменов, руководителей, панельные встречи с болельщиками, акции, и т.д. и т.п. Мне кажется, то, что сейчас нивелируется и забывается, но мне кажется, что с платоком все циклично. Я не говорю, что когда-то не будет больше социальных сетей или IT-технологий пойдут вниз, такого, наверное, не будет. Мне кажется, это ценность непосредственно персонального контакта, который вы можете сделать через встречи, через общение, через после игр, когда игроки подходят к своим фанам на т.д. и т.п. Не забывайте про это, потому что, опять же, тот контакт, который вы можете сделать индивидуально, он не сопоставим просто с комментариями любого человека, будь то в газете, в телевидении или просто в Facebook. Я сейчас в конце покажу пару видео, которые там отобрал, тоже со мной вчера, интересно, прокомментирую и потом с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Хотя там можно, в принципе, все по очереди запустить. Ну, не обещаем, конечно. Ну, попробуйте. Может, не все. Мне кажется, там было первое было видео про австралийский спорт и каким образом непосредственно они это делают стратегически, подходят к спорту для того, чтобы позиционировать свою страну именно за ее пределами. Звука не будет. Отлично. Субтитры создавал DimaTorzok и Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Большие деньги в промо всех этих программ, потому что те волонтеры, которые и здесь на Украине были, когда это было Евро-2012, это видео больше насчет последнего чемпионата Европы, который был в прошлом году. То есть те ценности, которые пропагандируются, преподносится через волонтерские программы и потом формируют, допустим, мнение молодых людей в основном о вашем мероприятии, оно феноменально важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень интересные различные активизации, связанные с футболом в Красной Лиге Чемпионов, поэтому для меня это близко. Да, я сейчас прокомментирую тоже, когда вы будете. Идея в том, что три друга хотят в хорошем плане избавиться от своих второй половины, чтобы посмотреть финал Лиги Чемпионов, поэтому предлагают им в СПА пойти в это время, когда непосредственно игра происходит. То есть в ресторане, например, в меню подсунули приглашение в СПА? СПА. 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 На самом деле, да, они как-то излигнули на непосредственную группу. Мораль такова, что девушкам тоже, наверное, нравится футбол. Мораль такова, что девушкам тоже нравится футбол. Мораль такова, что девушкам тоже нравится футбол. Мораль такова, что девушкам тоже нравится футбол. Спасибо. Пожалуйста. Николай Куренко, Моробинодорожный университет. В прошлом делят Федерацию футбола Украины. Я хотел бы на чем остановиться. Судя по глубине вашего доклада, анализу, с которого вы выступили, вы являетесь футбольным менеджером европейского футбола. В связи с этим хотел бы задать вопрос. Назовите три причины слабого развития футбола в нашей стране, в Латвии. Потому что, на мой взгляд, Латвия как была задворком футбольной Европы, так и остается на сегодняшний день. Извините, я не хотел вас обидеть и употребил слово задворка. Но на самом деле уровень развития футбола такой является. Одной из причин, я так сказал, что вы сказали, это хоккей, баскетбол, будут значительно на других планах. Спасибо, извините. Спасибо за вопрос и за позитивный отзыв обо мне лично. Я назову на смене одну причину. Я абсолютно согласен с задворок. И не в баскетболу не хотим, на самом деле. Причина в том, что до прошлого года у нас не было стратегии развития. Вот мы не понимали, чего мы хотим достигнуть. Сейчас мы, допустим, это сложили хотя бы в один документ, где мы понимаем, на самом деле, что достигнет, не знаю, увеличить количество детишек, которые занимаются использованием. Надо построить три холла. Потому что, допустим, у нас погодные условия не позволяют заниматься футболом. Ну, в принципе, схожи, как у вас в зимний период. И у нас сейчас нет такой инфраструктуры, чтобы это предоставить. Чтобы мы, чтобы каждая академия, которая имеет академию, статус академии в стране, чтобы не были критерии, которые они должны соответствовать. Начинаем с инфраструктуры, заканчивая с какой-то квалификацией тренеров. С какого-то персонала, который там работает. То есть, не было стратегии развития футбола. То, что я говорил о чем-то четвертого года. То, говорят, те финансы, которые мы получили от УЕФА за участие в чемпионате, но мы, кстати говоря, потратили не туда, куда надо отзнать. Ну, не по назначению. Хотел другое слово сказать, наверное, для другого выступления. Поэтому нет стратегического подхода. То есть, всему мы можем достигнуть. Естественно, должны быть люди на нужных местах. Но это тоже не всегда получается, но это долгий процесс. Это всегда меняется. Люди всегда меняются. Они сами меняются. Уходят, приходят. Это подобное. Поэтому постоянно факторам это нельзя. Но поставить какие-то цели и отслеживать, допустим, как вы эти цели достигаете и понимать инструменты, которые, вот мы этого не понимаем. Вот это, я думаю, одна из главных причин. Потому что, я говорю, допустим, та же академия, которую мы создали пять лет назад, начали каким-то более стандартизированным образом к ним подходить, обучать тренировки ДТП. Ну, допустим, в этом году у нас на сборном 19 первый раз вышел в элитный раунд. То есть, что до этого не было десяти лет. Поэтому я слышу, что наша цена. Потому что футбол любой страны всегда, в принципе, оценится по главным продуктам. Ну, двумя главными. Это чемпионат и национальная сборная. То есть, у нас и то, и то, правильно сказали, на задворках. Но, чтобы чемпионат – это всегда вершина пирамиды или сборная национальная. Чтобы достигнуть каких-то результатов там, надо сделать основу усиленно. Вот этой основы у нас, как раз, и не было. Спасибо. Еще вопросы? Перчаток нет, вопросов нет. Тоже правильное замешание. Учтем? Догласен, возьму перчаток. Да-да, конечно. Представители, скорее, популярного у нас спорта, американского футбола в Украине. И вот сейчас вы говорили, что делать доклад, основываясь на очень популярном мировом спорте. Там, без сомнения, первое место будет популярность среди других видов спорта, по количеству болельщиков и всего остального. И всегда звучал вопрос волонтеров, привлечения и так далее. Везде написано «мотивация». Мотивация волонтеров. Понятное дело, футбола. Это популярный вид спорта. Много людей мотивированы тем, чтобы хотя бы, как бы, чисточку связано жить, сказать, в помощи в организации мероприятий. В непопулярном виде спорта. Возможно ли и как развлечение волонтеров в принципе? С какой мотивацией? Действительно. Согласен к тому, что мы немного привилегированы в том плане, чтобы заниматься футболом. В этой стране, может быть, это не главный вид спорта или что-то в том роде. Наверное, действительно. В Украине. У нас тоже есть американский футбол. Я думаю, коммуникация, то, что я говорил в последнем виду спорта, зачастую даже большие виды спорта, они не коммуницируют с теми волонтерами и ТДТП. Ну, с волонтерами, возможно, персоналом, который может быть вовлечен в ваш виду спорта, в принципе, с человеческими чувствами. Потому что то, что у нас хромал. Я говорю, я не верил на какую волонтерскую систему, когда мы ее запустили. Поэтому вот просто вопрос уже вам, извините, что я. Отвечаю вопросу на вопрос. Вы делали какие-то волонтерские программы и коммуницировали их, допустим? Программы нет. Пытались вытернуть отдельных людей, которым интересно помочь, скажем так, заодно. Вот мы то же самое делали, пока мы не сделали программу. Сделали красивую оберну. Показали там, надо футбол, опять же, действительно это легче сделать, потому что на полный стадион, мировые звезды и т.д. Кстати, американский футбол, ясно, что может быть не Украина, если взять какой-то опыт из Америки. Ну почему бы нет, допустим? Договориться с вашими партнерами в НФЛ, что можно сводить какого-нибудь волонтера на супербол? Я думаю, у вас будет… Илью вас, если бы у нас был партнер в НФЛ, мы бы с вами здесь встречали. А вы просто с Афганой Павлом говорили в этот раз? Постоянно. С ними разговаривать невозможно, это только коммуникация в интернет, в Исраиле и т.д. Не об этом речь, а вопрос о том, какая именно должна быть программа, есть ли она какая-то, есть ли какие-то направления, как создать так, чтобы людей заинтересовали бесплатно помогать организации мероприятий? Ну я думаю, для любого направления волонтеров это феноменный опыт, который они не могут получить. И зачастую, допустим, не знаю, опять же, это слишком не самый хороший ответ, но в футболе волонтеры иногда сложно попасть, на самом деле. Я не говорю, что надо какие-то остатки собирать, которые не попадают туда или что-то в этом роде. Мне кажется, мне, допустим, персонально, который всегда футбол везет, никуда было бы интереснее поучаствовать в чем-то, наверное, можно сказать, для Украины или для Латвии экзотическом виду спорта, чем-то, не знаю, футбол где-то знает, что это сделать. Поэтому, ну я привлекаю волонтера на футбол, если бы я видел, что он участвовал уже в что-то в американском футболе, мне было бы интересно поприваться в человеке, потому что он может перенести что-то другое. То есть в футболе все стандартизировано. Мы уверены, что у вас, допустим, может быть очень много экзотики и нестандартного подхода, что можно волонтеру заинтересовать. В основном, ведь вас это заинтересовало. Спасибо. Да? Да. У меня в продолжении вопрос. Я депутат городского совета. У меня был вопрос также к Дмитрию и, в принципе, продолжаю к вам. По поводу того же волонтерства. Мы собирали огромную команду на чемпионат Европы по боксу. Да? Волонтеров. Их было около 300. Я давала только 38 человек. Но в основном это были все англоязычные. И вот здесь для моих волонтеров для них была престиж это переводы постоянные. Для них это была встреча с людьми. И здесь у меня вопрос дальше. Вот у нас есть, допустим, чемпионат Европы. У нас есть конкретно футбол. Можем ли мы прописывать стратегии в дальнейшем? Ну, то, что меня конкретно интересует. Мне даже интересно работать с той же и FIFA, и Латвией, поскольку мы входим в волонтерскую систему Европы, да, со знанием английского языка, со знанием, ну, многими знаниями, которые являются преимущественно для студентов и так далее. Есть такие межконтинентальные, неконтинентальные. Международные. Международные, да, отношения. И есть вот эта вот стратегия молодежная. Вот мы у вас четко увидели. Мне еще вот интересно конкретно еще по боксу, конечно, поскольку там тоже ребята были в восторге, хотя далеко не все увлекаются боксом конкретно. Вот я тоже был шокий, потому что, допустим, там мотивация и отдача от волонтеров иногда. То есть они не то, что приходят, получат опыт и уходят. У меня есть люди, которые волонтерами являются, которые, в принципе, у них есть нормальная работа, которые зарабатывают большие деньги, но вот надо быть в этом социуме, который организуют. Кстати, единственное, что один комментарий, что вы собираете еще много волонтеров, отлично, но вот такой опыт есть, что иногда с этим надо перебарщить. То есть, допустим, вы берете волонтерами, потом нечего делать, но в следующий раз вы его не перевлечете. Я знаю, что, ну, там, опять же, в Европейском Союзе есть там целые организации, которые непосредственно делают кросс, ну, то есть обмениваются людьми, и это, да, из тех мотиваций какой-то, допустим, ну, для привлечения для каких-то видов спорта, которые, может быть, не такие тенденциологические, допустим, не такие интересные. Да, у нас были, опять же, на уровне палки, там немножко проще в плане логистики, естественно, но мы обмениваемся, да, волонтерами. То есть там с удовольствием можно тоже с нами попробовать. Еще вопросы? Да. Можно, да? Смело. Я президент Федерации Чирлидинга, и у нас такой вопрос. Вы рассказываете, говорите, в основном, игровые виды спорта. У нас совсем другой вид спорта. И у меня такой вопрос. Как Вы считаете, вот эти принципы развития, привлечения денежных средств, коммуникаций, распространяются ли это на такие виды спорта, как художественная гимнастика, чирлидинг, аэробика, либо Вы нам что-то другое поставили? Ну да, честно скажу, мне очень много указов в чирлидинге. Чирлидерстве... Я думаю, что в принципе... Ясно, что какие-то детали будут отличаться. Ну, сто процентов. Я спрятал можно под футбол, под чирлидерство одних и тех же. Они тоже одних и тех же привлекают одинаково. Но, я думаю, да, распространяется. Вы тоже делаете мероприятия, у Вас тоже это все более чирлидерство красивое и интересно. Это красиво, но объема нет и как бы... Ну, просто банально, Вам не надо там, да, как на чемпионат Европы там 300 человек, да. Не трансляруйся для спорта. Ну, это уже другая, да, другая постасика. То есть ясно, что они менее популярны, потому что они менее трансляруются. То, что мы обсуждали до этого, Вы можете эту трансляцию делать сами. Опять же, опять другого опера, я обязательно вернусь к вашему вопросу. У нас тоже, у нас игры чемпионата Латвия не так, как там украинская Premier League, где там каждую игру телевидение делают в продакшене. Мы делаем это сами за 200 евро, и потом продаем там в интернете за полторы тысячи евро. Каждую игру. Поэтому, в принципе, любой вид спорта, любая трансляция, можно финансово оправдать. Но, возвращаясь к такой стиму менее популярному, я думаю, опять же, для ваших мероприятий Вам надо 300 человек, поэтому, наверное, Вам там немножко проще в плане объема, количество людей, которые надо привлечь. Но, опять же, возвращаясь немножко, делаю параллель тем же американским футболом. Тут опять мотивация людей, которые поучаствуют в абсолютно нестандартном мероприятии, которые, ну, наверное, опять же, не так популярны, как в футболе, такая отдача. И через этих волонтеров, я уверен, что Вы достигнете и популяризации этого Вашего направления. Потому что, ну, в социальной сети хорошо, но никогда еще из уста в пусто. То есть, передача информации никогда не заменится с личным опытом участия и так далее и так далее. Поэтому, я думаю, что общая основа, допустим, остаются все равно такие же. Еще у нас есть один вопрос. Спасибо за вопрос. На самом деле, это то видео, которое как раз не показал, потому что она была длинная. Они, кстати, вот, я так понимаю, у Вас мероприятие было совсем недавно. И вот, Гетто, там, фестиваль уличных видов спорта. И как раз там ведущий этого Гетто, там, Райман Толбакян, так как он приезжал здесь, мы как раз с ним общались насчет этого. В двух словах о Гетто. То есть, сама идея, которая у них была, это Гетто Геймс, это, в принципе, уличные виды спорта. У них абсолютно разные направления, начиная с баскетбола, который такой более, такой, вид спорта для уличных, для улиц, так скажем. Сейчас у них действительно. Ну, сейчас конкурсы по пению, у них Гетто Файт, у них Гетто Футбол, то же самое направление. Мы их поддерживаем, вот, на всех этих упражнений 8 лет, поэтому я там был всегда рядом. Идея была в том, что они сделали, они взяли место, которое бригит такое, считается, а-ля Гетто, в принципе, наркомания, проституция и так далее и тому подобное, которая в этом районе была очень распространена. Я не буду говорить весь процесс, который они прошли, допустим, действительно, это, опять же, мотивация энтузиазм людей. Сейчас это простой и коммерческий составляющий, потому что они сделали свой бренд, они продают, у них есть Гетто Бургер, который он распространен по всему городу. В прошлом году они организовали Гетто на Филиппинах футбаскетбол, в этом году они едут в Кению, где они организовали футбол. То есть это мировой бренд, который там начался, вы правильно говорите, 8 лет назад. То, что они сделали, что надо молодежи? Вот то, что надо молодежи? Чтобы это было молодым, чтобы это было в тренде, чтобы это было красиво, на самом деле. Спорт, да, спорт – это очень важно. Но то, что они сделали, ясно, что они сами по себе там пара-три-четыре человека, они такие харизматические люди, они такие с характером. Поэтому весь спорт, который у них проход, все абсолютно, там нет ни одного судьи, короче. То есть там что-то, кто-то начинает, ему дают там в лицо, и он больше туда не приходит, на самом деле. То есть такие уличные законы, так скажем, на которых, то есть у них там, ну, в принципе, конфликты практически никакой не бывают. Под это, то есть они сами сделали площадку, ПТ-парк заброшенный сделали, начали там в баскетбол. Сейчас этот район весь реконструировали за европейское финансирование, включая национальный стадион, который, то есть под это все прошло. Вот сейчас это поддерживают городская дума, государство и так далее, и тому подобное. У них есть такой гетто-данк, там танкеры собираются и в кольцо сверху закидывают. Но у них мяч, там президент страны, вот так вот, вот эти танки. Президент страны, мэр города, вот это вот. Для политиков, это избиратели, то есть там где-то море молодежи, которые там присутствуют, каждый вечер там собираются по 5-6 тысяч человек, допустим. Ясно, что во голове всего опять же стоит, я начинал с этого, продолжил, это закончили человеческие факторы, на самом деле. Люди поверили, сделали. Под это они подвели и спонсоров, и федерации, и т.д. Им 50 раз отказывались финансировать, они приходили в 51-й раз. На 52-й раз, да. Спасибо, друзья. Мы двигаемся дальше. Еще раз ваши аплодисменты. Максим Расков. Спасибо. Да, и наш третий спикер, сегодня, мы меняем виды спорта снова, Валерий Задорожный, председатель комиссии по пляжному волейболу Федерации волейбола Украины. Ваши аплодисменты, да, и как раз мы готовы продемонстрировать, я надеюсь, что да, небольшое видео. Да. Ваш микрофон. Да. Ваш микрофон. Да, я начну с того, что представлю, что такое пляжный волейбол. Может, не все в зале это понимают, не знают. Это игра на песке, это игра веселая, это игра, которая предполагает участие только четырех спортсменов на площадке. И относительно молодой вид спорта. Относительно, почему? Потому что мы, конечно же, не можем конкурировать с футболом или с боксом. Немножечко истории. Пляжный волейбол зародился примерно в тысячу десятом году, в тысяча девятьсот десятом году на пляжах Калифорнии. Сельфингисты ждали волну и на пляже натянули сетку и играли в обычный классический волейбол 6 на 6. Но потом со временем классический волейбол перерос уже именно в пляжный, там, где участвуют команды из двух человек. Сейчас вы видите кадры чемпионата Европы, который тоже проходил у нас в Харькове в 2017 году. У нас, да, спасибо большое. У нас в Украине этот спорт очень молод. И достаточно, вот как раз были вопросы тут по поводу американского футбола или червидинга, то мы, наверное, чуть-чуть старше. Это вы видите кадры с чемпионата мира, который проходил в Вене. Там я тоже был, здесь был мой латышский коллега. Так вот, латышский коллега сказал, что там футбол не развивается и так далее. Я могу сказать, что латышские спортсмены Самойловс и Павинш, да, были первыми в мировом рейтинге пляжного волейбола. Продолжение следует... Продолжение следует...